Добрый день, уважаемые друзья, товарищи, соратники, уважаемые коллеги. Мы вас приветствуем на конференции, посвященной, международной российской конференции, посвященной российскому партизанскому движению на территории СССР и движению сопротивления на территории Европы. И хотели бы попросить сказать приветственные слова уважаемому Руслану Григорьевичу Гакуеву, председателю правления Российского исторического общества, исполнительному директору Фонда История Отечества, нашему руководителю, доктору историческому. Прошу вас, пожалуйста, Руслан Григорьевич. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Прежде всего, рад приветствовать всех в стенах Дома Российского исторического общества на Воронцовом поле, как пришедших лично принять участие в конференции, так и подключившихся к нашему мероприятию. Наша сегодняшняя дискуссия посвящена партизанскому движению на территории СССР и движению сопротивления в странах Европы в годы Второй мировой войны. В годы нацистской оккупации антифашистское подполье сплотило вокруг себя тысячи людей, отказавшихся сдаваться перед лицом врага. Напомню, что только в Советском Союзе против нацистов сражалось более миллиона лесных солдат. В тяжелые годы вражеской оккупации они подрывали снабжение нацистских войск, устраивали диверсии и добывали ценную разведывательную информацию. Яркими страницами истории Великой Отечественной войны стал партизанский обоз с продовольствием, спасший жителей Ленинграда в самые тяжелые дни блокады. И героическое сопротивление белорусских подпольщиков в концу 43-го года, вернувших контроль над 60% территорий республики. Бессмертный пример мужества и подлинного боевого братства оставили нам и советские граждане, сражавшиеся в рядах европейского сопротивления. Бок о бок с жителями Европы сражались десятки тысяч наших соотечественников, сбивжавших из лагерей для военно-пленных, угнанных в рабство мирных жителей нашей страны, а также деятелей русского зарубежья, представителей русской эмиграции. Наша сегодняшняя встреча еще раз подтверждает, что, несмотря на все попытки стереть историю их подвига, миллионы европейцев бережно хранят нашу общую память о событиях Второй мировой войны. Уверен, что наша сегодняшняя конференция, стартующая в преддверии Дня партизан и подпольщиков, внесет свой достойный вклад в защиту исторической правды и станет поводом поговорить о роли партизанского движения в достижении нашей общей победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Благодарю за внимание и желаю всем продуктивной работы и интересных дискуссий. Спасибо большое за приветственные слова. Ваше напутствие мы реализуем, проведем с пользой нашу конференцию и попрошу выступить с приветственными словами Мазурова Сергея Леонидовича, полковника, начальника Центрального музея Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации. Прошу вас, Сергеевич. Прошу вас, Сергея Леонидович. Прошу вас, Сергеевич. 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 Спасибо. Добрый день, дорогие товарищи. Я искренне благодарен руководству Российского исторического общества в лице Руслана Григорьевича и Константина Николаевича и всему историческому обществу за предоставленную возможность выступить сегодня перед участниками Международной научно-практической конференции. В общей сложности в 1941-1944 годах на оккупированной территории Советского Союза действовали 6200 партизанских отрядов и соединений. Свыше 180 тысяч партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями СССР. 249 из них стали героями Советского Союза. Все больше и больше времени проходит с начала Великой Отечественной войны и все меньше становится очевидцев и участников тех событий. Герой Советского Союза Петр Евсеевич Брайко. Яркий представитель поколения победителей. Он встретил войну 22 июня 1941 года на западной границе. Смело и отважно сражался с гитлеровцами в партизанском отряде. После войны продолжил учебу. Когда вышел в отставку, писал книги и мемуары. Делился опытом с молодежью. Петр Евсеевич Брайко родился 9 сентября 1918 года в селе Митчинки Бахмарского района Черниговской области на Украине. В крестьянской семье. Всего в семье Евсея Марковича и Марии Михайловны Брайко родилось семеро детей. Четверо умерли в раннем детстве. А дочь и двое сыновей, один из них был Петр Брайко, выжили. Это были тяжелые, неспокойные и голодные годы. Вскоре умер отец, а старший брат уехал в город на заработки. Каждое лето в село на полевые занятия приезжали воины-кавалеристы. Уже тогда, общаясь с ними, любознательный, смышленый мальчишка задумывался о дальнейшей жизни и видел себя офицером. Но судьба распорядилась иначе. В 1937 году Петр Брайко окончил Конотопский педагогический техникум и получил направление на должность учителя семилетней школы в приграничном селе, где неподалеку располагалась застава 24-го Могилево-Подольского пограничного отряда, которым командовал Тимофей Строкач, будущий начальник штаба украинского партизанского движения. Именно он помог парню осуществить мечту о командирских петлицах. В августе 1938 года Петр был призван в армию и поступил в Московское военно-техническое пограничное училище связи НКВД СССР имени Минжинского, ныне Московский пограничный институт ФСБ России. Службу лейтенант Брайко с марта 1941 года начал на одной из застав 97-го пограничного отряда, который располагался в городе Черновце. На 13-й заставе ему пришлось постигать азы нелегкой пограничной службы. Великая Отечественная война застала Петра Брайко на границе. Застава сражалась до последнего патрона. После выхода из окружения в живых остались Брайко и несколько пограничников. Пройдя свыше 500 километров, Петр Евсеевич вместе с товарищами перешел линию фронта под Киевом и в августе 1941 года был зачислен 4-й мотострелковый полк НКВД СССР командиром роты связи. Под Киевом фашисты разгромили несколько наших армий. Многие красноармейцы и командиры погибли смертью храбрых. Кто-то попал в плен, кто-то оказался в окружении. Лейтенанта Брайко схватили, когда немногочисленная группа, возглавляемая им пограничников, пыталась прорвать кольцо окружения. Он был доставлен в Дарницу в лагерь для военнопленных. Петр искал пути освобождения из плена и лишь четвертая попытка была удачной. Благодаря исключительной выдержке и находчивости ему удалось бежать. После побега он скрывался от полицаев Сумской области, пока в феврале 1932 года не попал в путевский партизанский отряд. Там Петр Брайко стал партизаном соединения будущего дважды героя Советского Союза Сидора Артемьевича Калпака. Сначала его зачислили рядовым бойцом, ведь в соединении действовал неписанный закон. Пришел партизанский отряд, бери винтовку и воюй, невзирая на воинские звания. С одной лимонкой и финским ножом лейтенант пошел в свой первый партизанский бой и с добытой у врага винтовкой открыл личный счет уничтоженных фашистов. Вскоре Сидор Ковпак назначает Брайко командиром группы Конотопского партизанского отряда, а через месяц помощником начальника штаба по разведке путевского партизанского отряда. Много раз ходил Петр Евсеевич на опасные боевые задания, проявляя образцы мужества, находчивости и умения в самой сложной обстановке принимать единственное верное решение. В дальнейшем Петр Брайко стал одним из лучших командиров партизанского соединения Ковпака. В декабре 1943 года соединение было реорганизовано в 1-ю украинскую партизанскую дивизию, а майор Брайко в неполные 26 лет стал командиром партизанского полка. Уже тогда о Петре Евсеевиче начали ходить легенды. У дерзкого комполка был свой фирменный почерк. Он устраивал засады в самых неожиданных для оккупантов местах. Зашло и получил от боевых товарищей титул короля кочующих засад. Петр Брайко лично возглавил свыше 100 боевых операций, участвовал в семи рейдах по талам врага. В одной из операций, проведенной под командованием Брайко, в Новодворнямском районе Западной Украины, при соотношении сил примерно 1 к 50 в пользу противника, за три дня с помощью кочующих засад, без потерь со стороны партизан были уничтожены 7 вражеских батальонов. Содействуя операцией «Багратион» по освобождению советскими войсками Белоруссии, полк Брайкон в одном бою под местечком Турецк, Родинская область, уничтожил 9 маршевых батальонов и пленил гаубличный полк, входивший в состав группы немецкого генерала Гропе. За время проведения Львовско-Варшавского партизанского рейда по занятой немцами территории, полк совместно с польскими патриотами наносил удары по вражеским организованным и промышленным центрам. За умелое руководство подчиненными и личный героизм, проявленные в ходе Карпатского рейда и рейда в Польшу, в августе 1944 года Брайко был удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалями партизану Отечественной войны двух степеней за оборону Киева, Жукова. Удостоен польского ордена крест Грюнвальда второй степени и знака «Партизанский крест». Почетный гражданин города Замость, Польша. Заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики. В 1954 году Брайко закончил военную академию имени Фрунзе и был направлен в внутренние войска МВД СССР. В 1959 году назначен начальником внутренних войск МВД Казахской ССР. После увольнения в запас занялся литературным трудом. В 1967 году закончил литературный институт имени Горького. Являлся автором более 20 изданных документальных художественных книг о бестпримерном патриотизме и мужестве советского народа в годы Великой битвы с фашизмом. Полковник в отставке Брайко Петр Юсевич был членом Союза писателей Российской Федерации, а также членом общественной организации ветеранов главного командования внутренних войск МВД России, активным участником военно-патриотического воспитания военнослужащих, войск правопорядка и гражданской молодежи. Ушел из жизни Петр Юсевич 7 апреля 2018 года. Прожил почти 100 лет. Похоронен на Троекуровском кладбище в городе Москве. Уважаемые товарищи, сегодня в этом зале присутствует супруга-вдова нашего героя Петра Юсевича Брайко Раиса Васильевна Назарова, которая прошла с ним большую часть его жизни, была его опорой и надежным товарищем. Я завершаю свое выступление и с огромным удовольствием предоставляю слово Раисе Васильевне Назаровой. Спасибо. Уважаемые товарищи, я благодарю судьбу, что свела меня замечательным человеком, как Петр Юсевич Брайко, с которым я прожила много лет. В любви и согласии. На протяжении нашей жизни я поддерживала его везде и во всем. Я рада, что после смерти моего мужа его не забыто имя, в том числе и в Росгвардии. В Центральном музее там экспозиция очень большая для него сделана. Юно-армейцы, отряд юно-армейцев, с которыми я сотрудничаю, постоянно с ними на связи, тесно общаемся с ними. Ежегодно в Центральном аппарате Росгвардии проходят встречи с офицерами, солдатами, где я присутствую, меня приглашают на эти мероприятия. Я с удовольствием рассказываю о Петре Евсевиче. Я искренне признательна за возможность, что пригласили меня на это мероприятие. Выражаю благодарность. Спасибо за внимание. Раиса Васильевна, большое спасибо, что вы нашли время. Сама ваша к нам приезд, это для нас большая честь. Таких людей, как ваш муж, мы помним, и мы гордимся и стараемся на них равняться. Спасибо большое. Мы готовы вас также приглашать на наши мероприятия. У нас проходит достаточно большое количество и выставки, посвященные Великолепной войне, и героям Великолепной войны. Добро пожаловать. Спасибо. Пожалуйста. Слово предоставляется Орешеву Александру Борисовичу, доктор исторических наук, заведующему кафедрой истории Академии имени Тиберязева. Прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Я, конечно, начну с того, что скажу слова благодарности за то, что вы вновь предоставили мне возможность перед вами выступить. Для нас это очень важно. В того же ничего не важно для нашего ВУЗа, который гордится своей историей и особое место для нас занимает период Великой Чечной войны. Мы часто говорим о том, что у нас есть свои герои. У нас есть 12 героев Советского Союза. Об этом говорилось не раз, об этом были написаны книги. Но сегодня рассказ не о них, сегодня рассказ о наших подпольщиках. Вот, пожалуйста, наша презентация. Итак, уважаемые коллеги, первое, о котором я хотел вам рассказать, это Вера Бирюкова. Бирюкова Вера Александровна родилась в 1922 году в поселке Орел Пиропской области. В 1933 году она переехала с родителями в город Березники, а уже в 1922 году поступила в нашу Московскую сельхозакадемию имени Тебрязева. Однако, по семейным обстоятельствам, она оставила учебу и вернула свои роды Березники. А вот в начале войны она подала заявление в военкомат, училась на вечерних курсах радистов, окончилась в спецшколу при центральном штабе партизанского движения. Направлена была радистская в Кировоградский отряд. И вот этот партизанский отряд вошел в историю Великой Чечной войны под названием Степной. Отряд прошел большой путь, где-то около тысячи километров до Полтавы. И вот в ходе одного из боев она была ранена, была приставлена к наградам, к отлину Красной Звезды, медалью партизану Отечественной войны и получила потом назначение в партизанский отряд имени Чапаева. Погибла Вера 14 января 1944 года при исполнении боевого задания. Раненая она не отпустила врагов поближе и вытернула кольцо из гранаты. И сама погибла. Произошло это в районе украинского украинского села Сербичаны Секирянского района Черновицкой области. В советские времена ей поставили памятник. И вот поле за Секирянами, куда Вера Бирюкова приземлилась на парашюте и где погибла в неравном бою, так и называется поле имени Веры Бирюковой. Следующий наш герой, наш партизан, это Михаил Николаевич Громов. В составе партизанских войск вот он воевал в глубоком тылу, принимал участие в Словацком национальном восстании с 44-го года. В дальнейшем принимал участие в боях зарядки Берлина, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. И уже когда из армии демобилизовался, то поступил учиться в нашу академию и затем являлся студентом экономического факультета. В последующем защитил кандидатскую диссертацию и докторскую. В нашей академии этот замечательный человек посвятил около 50 лет, ну, по сути, полвека своей жизни. И вот 6 ноября относительно недавно, 22-го года, отмечали его столетие со дня его рождения. Вот вы видите здесь фотографию, где представитель Совета ветеранов Агирбов рассказывает о его подвигах. И вот на той встрече мы тогда обменялись своими воспоминаниями об этом удивительном человеке. Следующий, Росислав Григорьевич Кравченко. Это основатель кибернетики в сельском хозяйстве. Партизаном он попал, когда ему было всего-то 15 лет. И вот возбужав, он стал талантливым ученым, блестяще читал лекции в нашем ВУЗе и также великолепно писал научные книги. Опять же стал кандидатом наук, потом и доктором наук. Ушел из жизни совсем молодым 59 лет. Ну а теперь, уважаемые коллеги, о наших участниках подполья. Темирязевец Борис Петрович Калачев вошел в историю как руководитель Парховского подполья. Еще в 1913 году он окончил Московский сельхоз институт, затем преподавал, готовил для хозяйств в Ленинградской области садоводов и овощеводов. И вот когда наша родина оказалась в опасности, Пархов, Калачев возглавил в городе Пархове отряд молодых подпольщиков. И в оранжерее у дома ученого днем часто бывали немецкие офицеры, а вот по ночам там собирались участники подпольщиков. И почти в каждом селе, в каждой деревне были явочные квартиры подпольщиков. И под руководством нашего ученого взрывались многие операции, уничтожали запасы горючего, продовольствия для вермахта, а также были организованы побеги из местного концлагеря. И вот где было можно, Калачев дырял своих людей. И вот даже получалось так, что наши священники выносили в тайном гробах подпольщиков. То есть так удавалось спасать наших людей. Однако очень печально случилось, что попал он в гестапо, где в итоге погиб. При этом он съел ягоды ядовитого растения, которые вырастали у него в собственном саду. То есть по сути это был такой вариант самоубийства. И вот через несколько дней после его смерти в отместку за его гибель наши подпольщики организовали взрыв в местном кинотеатре. И в результате было уничтожено 30 гитлеровцев. Другой подпольщик наш опять же наш тиберязевец Михаил Афанасьевич Куницкий во время боев был ранен и взят в плен и попал в итоге в Берлин. Однако оттуда смог сбежать и продолжил свою деятельность под поле. стал вести очень успешную диверсионную работу. Они взрывали поезд в пригороде Берлина, распространяли листовки, сообщения московского радио. Надо сказать, что очень активно работал как раз и с немцами, которые вошли в состав местного антифашистского подполья. Также скажу о том, что среди участников антифашистского подполья был наш знаменитый ученый, вдающийся ученый, который до военных годов находился под арестом, по ложному доносу, это Николай Павлович Макаров. Это уже следующий слайд, пожалуйста. Вот перед вами фото молодые годы и уже фотографии в 70-е годы. Жизнь сложилась куда, скажем так. То есть он дожил до преклонных лет, за что конечно мы очень рады судьбе. уважаемые коллеги, я понимаю, что регламент пять минут, я постарался уложиться, а так еще хочу вам сказать, что для нас тема Великой Честной войны это наверное одна из самых приоритетных тем для нашей академии, ну и конечно для наших историков. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Мы с вами всегда на связи, наш постоянный участник нашей конференции всегда выступаете очень интересно и поучительно. Спасибо большое и попросил бы включить видео с обращением президента общества Восток из Италии региона Тоскана от Джони Марте. Прошу вас. Прошу вас. Виталия дала мечта. В Италии освобождение празднули 25 апреля. В этот день комитет освобождения объявил всеобщее восстание на всех территориях все еще оккупирование фашистами и нацистами направил все партизанские силы атаковать фашистские и немецкие гарнизоны. капитуляция произошла за несколько дней до прибития союзников. Многие итальянские города освобождились сами без помощи союзников. Лозунгом данными партизанами было поражение врага или смерть. известно, что более 5000 советских партизан сражались в Италии бок о бок с нашим. Это были военные племени, бежавшие из трудовых лагерей при помощи населения и местных партизанских организаций. Особие призывы советских партизан обращались к своим соответственникам в пену бойкотировать немецкую армию и присоединиться к партизанам. Советских партизан очень ценили за их мущество, опыт и надеятельность. Человеческие отношения установленные с местным населением оказались прочными и благовечными. О чем свидетельствует мой недавний вузык в Узбекистане в семье узбекского партизана. Через наши края в нашей горе, как показано исследования, опубликованное в моей книге по воле сердца, прошло больше 100 советских партизан. Они были поддержаны великим идеалом идеально сражались вместе со своими братцами на фронте. До конца войны, как и дали патриляция, они участвовали в восстановлении города. В последующие годы обмени партизанскими делегациями, и обширные апельписка, укрепили чувства дружбы между старыми товарищами. молодые компания не существуют больше, но существует память память и в истории. Писать историю не па лучиться. Спасибо, о городе Анибелле. Спасибо вам большое, Драгон, что вы приехали в Россию, уделили нам время, потому что путь долгий, далекий, времена тяжелые. Прошу вас. Спасибо большое. Для меня это огромная честь сегодня быть с вами. И я хочу поздравить вас с завтрашним праздником, Днем партизана, но тоже с сегодняшним. Сегодня у нас самый большой праздник для сербов, поэтому это наш общий праздник. Я вам в подарок приносила мою книжку, поэтому я потом предоставлю вам мою книжку. Я подготовила презентацию, которая касается Югославии, югославских партизанов. Значит, я буду держаться основных тезисов, потому что времени мало. Война в Югославии началась 6 апреля 1941 году. Можно следующий слайд, пожалуйста. нападением гитлеровской войске, которая вошла в воздушное пространство Югославии и начала бомбежку с нескольких направлений. Особенно целью немецких бомбардировщиков стал Белград. Это фотография разрушенного Белграда, где там погибло много мирных жителей. В то же время на территории Югославии вошли немецкие, итальянские, бульгарские, бенгарские войска и спешно мобилизирована Югославска армия не имея зенитно против танковской артиллерии, не имела шансу против немецких авиационных и танковых дивизий. Через несколько дней Югославия была полностью окупирована, разделена между Германией, Италией, Вегрией и Булгарией. Югославское правительство иммигрировало в Лондон сразу после окупации, а в окупированной Сербии было создано марионетическое правительство национального спасения, починявшися немецкой военной администрацией. В Загребе, которое встретило немецких войсковцетами, это фотография именно тут, было создано независимое государство Хорватия с идеологией Усташи, которые были самим верным союзником нацистской Германии на протяжении всей войны. Сразу после образования независимого государства Хорватия начало создавать систему концентрационных лагеря, которые сами известны Ясеноват, Староградишка, Ясебарско, Доня Градина, Ядовну и другие, в которых массу убивали сербов, тоже евреев и циган. В мае 1941 года из отряда Королевской Югославской Армии, которая до этого была регулярной армией Югославии, образовалось Равногорское движение, также известно, как Движение Четников или Югославская Армия Отечество, как первое движение сопротивления на территории Югославии и в то время в целой Европе. Летом 1941 года Коммунистическая партия Югославии в главе с Йосипом Брозом Титом начала формирование партизанских отрядов национального освобождения, из которых в 1942 году была создана народно-ослободительная армия Югославии. В его состава шли представители различных этнических и религиозных групп, также представители nacionalных меньшинств, которые проживали в Югославии. Национально-ослободительное движение Югославии было самим масовым и мощным движением сопротивления в Европе и, помимо его, тоже надо упоминуть полиско-партизанское движение и в Греции. Югославская армия в Отечестве и национально-ослободительная армия Югославии воевали против немецких оккупантов, но в силу совершенно разных идеологических взглядов воевали друг с другом. Поэтому под эгидом Второй мировой войны в Сербии велась гражданская брата-убийственная война, оставившая дугосрочные последствия невозможности консолидации общества, которое продолжается и сегодня, к сожалению. На фотографии тут Тито и Дража Михайлович, который был лидером Равногорского движения. По отношению к оккупированным югославским территориям, Третий рай руководился принципом наказания сербов, то есть намерением было свести Сербию в как можно более узком ареалу и переселить сербию, прожижающих на других территориях, как Хорватия, Босния, Герцеговиния, Косово и Метохия, в Центральную Сербию. В Сербии за каждого убитого немецкого солдата расстреливали 100 человек, а за каждого раненого 50 человек, так нацистская Германия начала реализовать свои планы по совершению геноцида сербского населения. Югославская армия отечества не предпринимала более решительных действий сопротивления, чтобы уменьшить страдания населения, так как национальная освободительная армия Югославии действовала энергично, что спровоцировало акции и жестокие репрессии оккупантов и их союзников против сербского мирного населения. Стратегия партизан и четников различалась, поскольку партизани были за решительное сопротивление оккупантов любой ценой, утверждая, что не бывает револуции и освобождение без больших жертв, а четники, которые считали, что война будет решиться на крупных фронтах и что поэтому не следует умирать напрасно в борьбе с превосходящим противником, а готовиться выждать подходящего момента для более решительного боя. Освобождение Сербия началось осенью 1944 года при сотрудничестве Народной освободительной армии Югославии, то есть партизаной Югославской и Красной армии, когда в октябре 1944 года был освобожден Белград и потом продолжилась акция, операция на фронте в Среме, а затем на западе Югославии. Боевые действия продолжались даже после капиталации Германии, длились до 15 мая, когда Вторая мировая война окончательно завершилась и в Югославии. Второй мировой войне погибло более миллиона жертв в Югославии, из них больше 50% были Сербии, это фотография из Белграда, Красная армия. К власти в стране пришла коммунистическая партия Югославия, которая в Гаде Второй мировой войне полностью отменила монархию и по образцу Советского Союза была образована Союзная Народная Республика Югославия, были проведены внутренние границы шесть республик, которые, к сожалению, последствия послужили созданию новых государств. Титок как лидер коммунистов и победитель Второй мировой войны расправлялся безпошедно с идеологическими противниками, коммунистический режим совершил преступления против членов Югославской армии в Атичевстве, также против гражданского населения, против коммунистического режима и семьи, а позже, после раскола Советским Союзом, он занялся прорасистским фактором. С другой стороны, денацификация в Югославии после войны не проводилась, а геносид сербов не был должным образом юридистически зафиксирован ни в 45-м году, ни позднее во время распада Югославии и в связи с политиком братства и единства так же было запрещено говорить о геноциде сербов во время Югославии Тита. В качестве эпилога серби, как народ больше всего пострадавшей Второй мировой войне, а также и война во время распада Югославии, в конце концов, были квалифицированы обвинения в геноциде политическим трибуналом ГАДе. Кроме того, после Второй мировой войны не было выяснено ролл так называемых наших союзников Америки и Великобритании, которые весной 1944 года бомбили сербских городов больше жестоко, чем нацисты в 1941 году. Это фотографии бомбардировки в 1944 году. Все это должно послужить уроком того, что военные победы недостаточно и что победители в войне могут быть одновременно побеждены в политической, психологической, пропагандистической, экономической, духовной войне, таким образом превращая военную победу в неосознаемую жертву. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое, дорогая, за интересный доклад. Спасибо большое. Просим выступить Федора Михайловича Политаева. Он сегодня не один из родственников Героев Советского Союза. Тут у нас еще присутствуют на мероприятии родственники Героев Молодогвардейцев, Героев Советского Союза. Но Федору Михайловичу просим передать слово. Федор Михайлович является внуком Героя Советского Союза, Герой Итальянской Республики Федора Андреяновича Политаева. Просю вас. Здравствуйте. Слышно меня? Меня слышно? Слышно, но не видно. У нас тут не видно? Не видно. Все включено у меня. Слышно. Одну секунду. Тут налаживается оборудование. Спасибо. Федор Михайлович, вы вышли из связи, мы тогда попросим... Очень плохая связь. Слышно меня? Очень плохо. Прошу вас, Федор Михайлович. Видно? Слышно? Видно? Да, видно, пожалуйста. Дорогие друзья, не будем терять время, а то у меня пересобьется опять все, наверное. В этот день от имени рязанцев и администрации города Рязани позвольте поприветствовать участников международной конференции Российского и исторического общества, партизанское движение на территории СССР и движение сопротивления странах. Считаю данную тему в современных реалиях актуальной, как никогда, не только в рамках трудливости, но и примера патриотизма, мужества, дусти и самопожертвования для нашего современного российского общества. Партизанское освободительное движение... Связь пропала. Марина, а там Ирина на связи? Ирина Фрештаг, добрый день, вы нас видите? Она тоже... Добрый день, вы меня слышите? Мы вас слышим, мы не видим. Вы слышите? Меня, наверное, не видно, потому что связь очень плохая. И не будете меня видеть, потому что... Если я включу камеру, просто выключится звук. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хотела бы вас познакомить с подвигом словацкого героя-антифашиста капитана Яна Налепку. 19-го года в крестьянской семье неподалеку от города Спишска-Нововес. После окончания учительской семинарии Налепка несколько лет работал в сельской школе и публиковал, где в полной мере проявлялся юг и СССР. В 1934 году молодого учителя призвали в армию. В офицерской школе он получил звание подпоручика и, будучи убийцем, Ирина, вы пропали опять. Звук пропал. Плохая связь. Давайте тогда перейдем. Дмитрий Юрьевич нас с авторитетом давит, что надо следующим выступить. Это шутка. Пока у нас налаживается связь с нашими коллегами из Рязани и Санкт-Петербургии, просим подоставить слово Ванину Дмитрию Юрьевичу, подполковнику, начальнику отдела научно-исследовательской экспедиционной работы, заместитель начальника Центрального музея Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Просим вас, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич. В 1841-го один из истребительных отрядов уборства заводского района Московской области, ныне он в составе Калужской области, был поручен и возглавит офицеру войск НКВД Виктору Александровичу Карасеву, принимавшему участие в боях в составе 24-го погранотряда. После занятия противной территории района, боевая единица превращается в партизанский отряд приема НКВД по Москве и Московской области. Действующие на передовой, в тылу врага, проводя успешную операцию по уничтожению неприятия, разрушению его коммуникации. Вот лишь один из эпизодов действия партизан. В управлении НКВД по Москве и Московской области получилось сведение о том, что в селе Угоцкий завод с 1996 года, это город Жуков, обосновался штаб 12-го армейского корпуса, гарнизон немецко-фашистских войск, это примерно около 4 тысяч солдат и офицеров с вооружениями техниками. В руководстве партизанского движения было принято решение о проведении масштабной операции по уничтожению вражеских штабистов. Партизаны под командованием Виктора Карасева должны были внезапно ворваться в село и разгромить штаб противника. Для оказания помощи отряду туда, в район предстоящей операции, управление НКВД направило две вспомогательные группы и еще один партизанский отряд. А штаб Западного фронта выделили для участия в партизанской операции отряд особенного назначения во главе с капитаном Владимиром Жабо. На него и Карасеву было возложено командование объединенными силами воинов действующей армии партизан. В срочном донесении 26 ноября 1941 года на имя командующего Западным фронтом генерала Жукова и начальника НКВД по Москве и Московской области и старшему майору госбезопасности Журавлева были отражены итоги успешной боевой операции. Выполняя ваши приказы, 19 ноября 1941 года сводная группа, состоящая из четырех партизанских отрядов полубатальонов особенного назначения Западного фронта, 20 ноября 1941 года в количестве 302 человека выступил для выполнения заданий по уничтожению штаба воинского соединения германской армии, дислоцированного в районном центре Московской области Уготский завод. Произведя тщательную разведку, было установлено расквартирование штаба и войсковых подразделений в Уготском заводе. В хуторе Ясная поляна в ходе разведки был разгромлен карательный отряд гестапо, около 20 убитыми, столько же ранено. Также разведка выяснила, что ночной покой фашистов, расквартировавшийся в Уготском заводе, наступает приблизительно в полночь. Было решено начать нападение на горизонт неприятеля 24 ноября в 2 часа ночи. Атаки должны были подвергнуться 8 наиболее важных объектов фарага. В 2 часа ночи 24 ноября сводный отряд, разбитый соответственно на 8 групп, совершил нападение на запланированные объекты. В результате произведенной операции противник потерял личным составом более 600 человек, техникой более 100 единиц. Были потери с нашей стороны, убитыми 18 человек, ранено 8, пропавшими без 37 человек. Командир отряда Виктор Карасев, поднявший в атаку своих подчиненных, был тяжело ранен в бою. К сожалению, при отходе попал в засаду комиссар отряда председателя ГОСК-Заводской райисполкома Гуриянов, который в ходе неравного боя был ранен и свачен каракем. Враги жестоко пытали пленов, в том числе и жгли огнем. Однако, не добивших, отказавших в их руках раненых никакой сведения, а партизан повесили стойку у комиссара-патриота. Михаилу Алексеевичу Гуриянову 16 февраля 1942 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Об этой операции рассказала газета «Правда» 30 ноября 1941 года, опубликовав сообщение в фонд-бюро, посвященное разгрому штабу 12-го армейского корпуса Вермахта в Угодском заводском районе объединения партизанских отрядов под общим командованием Жабо и Карасева. Об успешной операции по линии Государственного комитета обороны Жуков доложил главе государства Сталина. Все захваченные противника документы, разведыванные данные, полученные спецотрядами НКВД в ходе операции «Тву врага», были немедленно переданы командой Западного фронта. После лечения в госпитале Карасев вернулся в строй, командовал партизанскими диверсионными отрядами, созданными на базе ансбон войск НКВД, а затем крупным партизанским соединением, с которым прошел с боями по территории СССР, Польши, Числовакии, Австрии и Венгрии. Указан Президиумом Верховного Совета от 5 ноября 1944 года Виктору Александровичу Карасеву за образцовое выполнение боевых заданий командования «Тву врага» и проявленную при этом героизм и отвагу при слове звания Героя Советского Союза. Герой Советского Союза Карасев умер 31 января 1991 года, похоронен на кладбище Сочинке в Ленинском районе Московской области. Ныне это район Новой Москвы. В 2021 году его именем была названа одна из московских улиц. Горско-заводская операция стала одним из самых удачных боевых эпизодов партизан под Москвой 1841 года. Действия народных сместителей укрепили в людях уверенность в скором освобождении от фашистской оккупации. Партизаны оказали не только хитрее врага, проявили мужество и самоотверженность против многократно превосходящей численности и вооружения противника, но и превзошли его ратные выучки и боевые мастерства. Доклад закончен. Дмитрий Иванович, спасибо большое за интересный доклад. Ну, поскольку у нас с Рязанской областью очень плохая связь, вот, и наш коллега Федор Михайлович пока не может выступить. Да, мы слово предоставим Мишину Ярославу Сергеевичу, студент 4-го курса Института истории и философии и политических наук Рязанского государственного университета имени Есенина, который вместе с вами должен был выступить. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие участники конференции. Слышно, видно, презентация идет? Да, пожалуйста. Так, секундочку. Все отлично. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Ярослав Мишин. Я представляю Рязанский государственный университет имени Сергея Александровича Есенина. Являюсь членом молодежного клуба Российского исторического общества. Благодарю за возможность поделиться результатами работы, для меня это огромная честь. О героическом освобождении советскими войсками мира от фашизма знает каждый. Десять стран Европы непосредственно обязаны СССР своей независимостью. Но какой вклад Советский Союз внес в освобождение стран, на территории которых его войска официально никогда не находились? Италии, Франции, Голландии, Бельгии. Помимо отвлечения сил Гитлера, поставок гуманитарной помощи, а также дипломатических действий, тысячи советских граждан участвовали в антифашистском движении сопротивления в качестве партизан-подпольщиков. Порядка шести тысяч человек в Италии, около пяти тысяч в Югославии, столько же во Франции. Судьбы этих людей очень разные. Во время боевых действий на территории СССР будущие партизаны попадали в плен, после чего их перемещали на подневольные работы в разные страны. Перед побегом военнопленный мог проехать более пяти государств. Закрепившись на каком-то месте, советские граждане совместно с другими военнопленными распределялись на различные работы. Стратегисты укреплений, ремонт техники, уборка, кухня и другие черные работы. Отношение к гражданам СССР, естественно, было самым плохим. Они выполняли самые тяжелые работы, получали самые маленькие порции пищи и жили в самых плохих условиях. Понимание необходимости продолжать борьбу с фашизмом, желание как можно скорее вернуться на родину, сподвигали советских пленных на побеги. Здесь хочется отметить активную помощь местных подпольщиков. Они помогали готовить планы действий, передавали оружие, сопровождали беглецов в расположении партизан. Местное население также активно укрывало бежавших советских граждан. Известны случаи, когда они прятались в домах итальянцев по нескольким месяцам, так как переход к партизанам был слишком опасен или затруднен обстоятельствами различного характера. Что мы можем сказать о вкладе рязанцев европейское антифашистское сопротивление. Всем нам, конечно, известен герой Советского Союза и национальный герой Италии Федор Андрианович Политайев, погибший смертью храбрых 2 февраля 1945 года. Он получил самые высокие награды Итальянской Республике, но на родине о его судьбе знали мало и стал известным о нем только к 1962 году, когда его историю установил советский журналист Смирнов и Федор Андрианович получил заслуженную награду посмертно героя Советского Союза. Но оказывается, что он был далеко не единственным нашим земляком, вступившим в ряды сопротивления на Аппининском полуострове. Взглянем на судьбу Серафима Ларюшина, уроженца Сасовского района Рязанской области. Плененный фашистами 20-летний Серафим Сергеевич, оказавшись в районе Специи, совершил дерзкий побег. Он уничтожил немецкий конвой и присоединился к итальянскому отряду «Свобода и справедливость». Здесь он был единственным русским бойцом. Серафино, так его звали итальянские товарищи, стал бесстрашным русским бойцом и был еще упорным пулеметчиком, к позиции которого не успевали буквально подносить патроны. Вернулся на родину летом 1945 года и сразу же устроился с обойщиком в угольную шахту. Вот он с товарищем на слайде. Еще одна история об уроженце села Ижевское Владимир Владимирович Митрофанов. Его путь через лагеря военнопленных, бесстрашное бегство, участие в партизанском движении и возвращение на родину через семь стран. Это история стойкости, отваги и преданности идеалам борьбы против фашизма. Митрофанов был участником партизанской дивизии имени Марчелла Горози в провинции Лубка. Активно занимался подрубной работой в Туку немцев совместно с английскими и американскими союзниками в стойко держал фронт во Флоренции. За всю войну преодолел около 30 тысяч километров, прошагал через 12 стран. После возвращения домой вернулся к прежней профессии шофер. Работа по восстановлению биографии ветеранов кровотлива. Она начинается в местных архивах и военкоматах, где анализируется вся доступная биографическая информация. Затем поиск переходит в крупные архивы. Центральный архив Министерства обороны, Российский государственный военный Также запросы направляются в административные органы и архивы на Малой Родине партизан. Обычно это районные муниципалитеты. Помимо этого происходит поиск потомков, родственников и людей, которые могут быть знакомы с историей жизни партизан. Активно используются краеведческие материалы, региональные книги памяти и онлайн-базы данных. Также активно анализируется историография по теме. Книги Нелли Павловой Камоловой, Маура Галени, Николая Андреяновича Ковальского, Михаила Ивановича Семиряги. Составляется интерактивная карта, которую я показывал ранее, на которую выносится подтвержденный путь партизана. Работа ведется, естественно, в тандеме с зарубежными коллегами. Студентами Генуэльского университета, Обществом Бессмертный полк Италия, глава которого активно присутствует здесь сегодня, Ассоциацией Русский мир, авторитетными исследователями по теме, Анной Роберти, Михаилом Григорьевичем Талаваем. Совместная работа позволяет получить максимум информации, собирать которую приходится буквально по крупицу. Как раньше наши предки совместно боролись против фашизма, так теперь мы боремся против фальсификации и переписывания истории. Все более ранее неизвестных биографий партизан становятся доступны гражданам разных стран. Имена героев увековечены на памятных обелисках, в газетах и книгах. Вся информация свободно развлечена в интернете на нескольких языках. Вот пример нашей работы, результат публикации в газете и занесения на памятную табличку на родине партизана Серафима Сергеевича Ларюшина. Мы должны помнить, что партизаны и подпольщики периода Великой Отечественной войны не просто защищали свою родину, они боролись за свободу всего мира. Европейское антифашистское движение сопротивления объединило людей разных национальностей, вероисповеданий и политических глядов. Эта нагляда демонстрирует, что единение в борьбе против зла это ключ к победе. Помнить о ветеринах войны это значит не просто чтить их подвиг, но и убраться за важную миссию сохранять мир и свободу, которые они нам подарили. Это значит бороться с экстремизмом, национализмом и неофашизмом. Память о героях это наша ответственность перед будущим. Это наша гарантия того, что ужасы войны никогда больше не повторятся. Благодарю за внимание и возможность привиться результатами работы. Спасибо. Юрислав Сергеевич, спасибо большое за интересный доклад. Вы нам информацию предоставили, которую даже мы, участники многих совещаний, посвященных итальянскому сопротивлению, узнали впервые. Спасибо большое и просим выступить руководителя ассоциации Комбатан Волонтер Добрынину Людмилу Олеговну. Просим вас. Спасибо. Прошу прощения, вот микрофончик, у вас там надо кнопочку нажать. Кнопочку нажать. А, все. Спасибо. Тема моего доклада «Советские солдаты в французском сопротивлении. Отряд Македе Лорет, Моск, Бартан, Волонтер». Партизанские отряды, в которые сражались советские солдаты и офицеры, действовали по всей Франции, в регионах Ильзас, Лотарингия, Британия, Пикардия, Ильдебургундия, Лениндок, Прованс и других. Во Франции сразалось более 30 тысяч советских партизан, военнопленных, бежавших из фашистских лагерей и астарбайтеров, вступивших в сопротивление. Пятая часть из них отдала свою жизнь за победу. А всего во Франции похоронили более 7 тысяч советских граждан, участников сопротивления и жертв нацистских концлагерей. В 1944 году во Франции насчитывалось более 60 советских партизанских отрядов. Многие советские люди сражались в составе французских отрядов МАКИ. Мой отец Озеров Олег Николаевич инвалид Великой Отечественной войны, участник французского сопротивления, кавалер ордена почетного легиона вступил в бой с первых минут войны 22 июня 1941 года. В одном из боев под Винницей Олег Николаевич был тяжело контужен и попал в плен. Прошел многие лагеря Польши и Германии и в 1943 году был привезен во Францию в лагерь Пакалан на строительство ремонтной базы подводных лодок подводных лодок в городе Бордо в устье реки Гарона Жиранда. С первых дней плена Озеров думал о побеге. В лагере Пакалан была создана подпольная группа из 14 человек командир Антамохин и его заместитель Озеров. Эта группа организовывала диверсии и сапатажи, а также готовила побед. И вот в ночь на 20 марта 1944 года подпольной организацией вместе с Французской коммунистической партией и МАИ был организован побег 12 советских военнопленных сержантов и офицеров. Побег прошел успешно. Они неделю прятались в болотах полуострова Силен севернее Бордо. Немцы искались собаками. Движение по дорогам было перекрыто. Фашисты объявили, что семьи тех, кто скрывает беглецов, будут расстреляны, а беглецы повешены. За воинку обещали хорошее вознаграждение. После снятия блокады через цепочку подпольных явок Густа, Саватер, ферма Тасаба Лисак они были переправлены в партизанский отряд групп Деларет, который базировался в лесу Тупе в районе города Мармант, департамент Ло и Гарона. Отряд Маки Деларет был создан 8 ноября 1943 года Даниилем По в лесах департамента Ло и Гарона в районе Силарет и Кастальто на Гупе. Численность отряда, когда у него прибыли советские бойцы, составляла 20 человек, но к моменту выхода из лесов 15-08-44 года и ведения открытых военных действий численность отряда выросла до 150 человек. Район действия Маки Деларет, департаменты Ло и Гарона и Жиранда, входящие в Патерзанский режим Б. Юго-западной границы Колыбель французского антифашистского сопротивления. Командиром партизанского соединения был младший лейтенант Раймон Авриль кличка Этьен. Было 4 французские группы и 1 советская. Командир боевой советской группы Михаил Филиппович Антамохин кличка Мишель. Его заместитель Мой отец Олег Николаевич Озер кличка Алекс, командир разведки Раймон США по кличке Тата и сержант Яков Фомич Еремин по кличке Фома. Приказом военного министра Франции от 1.05.58 номер 328-3 партизанскому отряду Маки Деларет присвоено почетное звание боевое соединение сопротивления. Это звание было присвоено 34 отрядам наиболее отличившихся в борьбе против фашизма и единственным из франко-советских отрядов. На вооружении отряда имел ручные пулеметы ГОЧКи из противотанковых ружья базука, автоматы английские и трофейные немецкие, винтовки канадские и трофейные немецкие, французские карабины и ручные гранаты различных типов и трофейные 80 мм миномет, а также личные огнестрельные и холодные оружия. Оружие добывали в боях против немецких войск и французской Вишинской милиции. Боевые действия отряда Македа Лоретт. В результате диверсии в ходе боев уничтожено два танка, шесть орудий, 15 автомашин, около 300 солдат и офицеров. Взяты в плен около 800 солдат и офицеров, немецких, итальянских из Туркестанского легиона. Взяты трофеи, миномет 80 мм, 40 автоматов, 150 карабинов, боеприпасы, патроны, гранаты, взрывчатки, 8 легковых и грузовых автомашин. Приведу несколько примеров боевых действий с апреля 1944 года. Апрель 1944 года захват брошютного груза под городом Дюра. В бою сожжено две автомашины, убиты пять немцев, у партизан равен на два человека. В мае нападение на автоколонну, уничтожено четыре автомашины, взрыв железнодорожного моста в районе города Фюль, взят в плен фашистский разведчик в районе Кастально. Операция в районе Кастально по захвату двух фашистских разведчиков. В июне в Габоне арестован предатель, выдавший немцам двух раненых американских пошутистов. Взрыв склада боеприпасов в районе села Сен-Жермен. В бою у фермы Карнолас с фашистской стороны в атаке на ферму участвовало около 80 человек в милиции Дарлана. Потерю партизан один человек убит, два ранены, у фашистов погибло 20 человек. Отряд сменил дислокацию и ушел в лес Сариса. Взрыв автомобильного моста под городом Лангон. Июль. Взрыв моста на автодороге Сен-Маркер Сафтер. 15.07 фашисты захватили в плен жену и сына командира отряда Макидо-Лорен Раймун-Авриля Сесель и пятилетного Мишеля требуя сдачи отряда. 18.07 операция по захвату в заложнике начальника гестапо города Мармант и его жены следователя гестапо. 20.07 обмен заложники в районе Лагупи Сесель и Мишель Свободная. 22.07 немцы силами отряда дивизии СС Дальцерейх и Туркестанского легиона начали карательные операции в районе расположения отряда. Почти ежедневные бои с карателями. Отряд постоянно менял дислокацию. 15.08 англо-американцы и французы высадили десант под Марселем. Партизаны перешли к более активным действиям. Первую половину месяца вели бои с карательными отрягами и все время меняли дислокацию. Получили приказ усилить диверсионную деятельность и начать атаковать немецко-фашистские части. На юге фашисты наступают. Партизанам приказано задерживать их отход и активнее атаковать. 24.26 и 08 бои за крупный узел железнодорожных и шоссейных дорог в городе Лангон департамент Жаранда. Немцы из дивизии ДАСР, итальянцы и Туркестанский легион пытаются прорваться на Бордо и Сафтер и далее на Лимоши и Париж. 24.08 Степан Григорьевич Хацун 1919 года рождения сердан Красной Армии партизан отряда совершил героический подвиг бросивший на фашистский пулемет и закрыв его своим телом обеспечил успешную атаку партизан. Фашисты были выпяты со станции Лагон в боях за Лангон уничтожен два фашистских танка взяты богатые трофеи и пленные. 28.08 в середине дня партизаны перебросили опять в Лангон. Французы устроили похороны Степана Кацуры с войскими почестями. Его похоронили под памятником с вами Лангона Паши в Отечество 1914-1918 год. В похоронах участвовали почти все население города во главе с мэром. Партизаны попрощались с своим боевым другом трехкратным салютом из автоматов. Жители Лангона и сейчас помнят о подвиге советского солдата, отдавшего свою жизнь за их свободу. У памятников всегда цветы. А в 2004 году именем героя была названа площадь при въезде в город. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина нашу страну на открытие площади представлял Олег Николаевич озеро. В 2019 году члены нашей организации Межрегиональной общественной организации ветеранов французского сопротивления Москоботан Волонтер посидели город Лондон и отдали дань памяти нашему советскому солдату покоившемуся по французской земле. По окончании похорон бойцы отряда Македе Лорет сели в автомашины и направились в Бордо главному городу провинции Квитания. После короткого боя вечером вступили в Бордо. 28-29-08 в ночной бой в Бордо ликвидации отдельных очагов сопротивления фашистов в самом городе. Город был освобожден партизанскими силами сопротивления Юго-Западной Франции. Англо-американские силы в боях за освобождение этого региона не участвовали. Они вошли в Бордо только через три дня. Тогда англичане и американцы с восхищением отзывались о победах Красной Армии. В 1946 году командующий американскими войсками в Европе генерал Джордж Маршалл сказал сопротивление произошло все, что мы от него ожидали, сдержав прибытие немецких подкреплений и помешав перегруппировке дивизии противника обеспечило успех нашей высадки. Без было бы сорваться. В 1945 году после окончания войны Олег Николаевич вместе со своими боевыми товарищами со всеми документами и наградами вернулся на родину. Пройдя соответствующие проверки Озеров дослужил свой срок в Чечне и в 1946 году он вернулся в Спанск Рязанской области затем окончил Минский политехнический институт работал на многих стройках СССР занимал различные руководящие должности. 23 мая 1993 в Москве состоялась конференция участников французского сопротивления на котором было принято решение о создании ассоциации президента был избран Олег Николаевич Озеров. Основные задачи ассоциации восстановление справедливости в отношении участников сопротивления признания их участниками Великой Отечественной войны в великовечной памяти погибших. Олег Николаевич подтвердил свое участие в сопротивлении получил карту Кабантан через французских коммунистов газету Моните и своих французских участников сопротивления были получены документы подтверждающие участие в сопротивлении советских граждан. Эти документы были переды администрации президента Бориса Николаевича Ельцин. Ассоциация обратилась к президенту России с просьбой восстановить законные права российских граждан бывших военнопленных участников движения сопротивления. После издания указа номер 63 президента России было снято клеймой изменников родины с военнопленных не служивших немецких фашистских войсках и их легионах. По направлению ассоциации президент Борис Николаевич Ельцин наградил медалью за отвагу тех, кто совершил Вся деятельность Москоботана Волонтер осуществлялась и осуществляется на общественных началах. Москоботана Волонтер являлась единственной организацией, представляющей интересы ветеранов французского сопротивления и зачищающей их интересы на всей территории бывшего СССР и помогла многим ветеранам восстановить права и доброе имя. 3 мая 2000 года на парижском кладбище Перлашест был открыт памятник русским участникам движения сопротивления во Франции создан по инициативе Олега Николаевича Озерова при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина с культов Суровцев. Паник стоит на земле подарен нашей организации мэрии Парижа. По материалам воспоминаний участников сопротивления собранных Олегом Николаевичем издана книга «К победе через пен и подвиг памяти Паши». Сейчас уже, к сожалению, живых участников сопротивления не осталось. Мы стараемся продолжить дело начато Олегом Николаевичем Озеров и его товарищем, чтобы подвиг советских граждан не был забыт. Одним из важнейших мероприятий, проведённых совместно с Фондом «Мир ради жизни», была поездка по местам боевых партизанских отрядах в местах Европы. Мы проехали по городам Германии, Бельгии, Голландии, Франции, Италии. В ходе поездки мы посетили мемориальные кладбища Амеспорт, Эверсен, Мартен, Перлаше, Сальент, где похоронены советские солдаты, погибшие при освобождении Европы от фашизма и возложили цветы, посетили кладбище Сен-Живье-де-Буа, поклонились нашим знаменитым соотечественникам. Мы смогли отдать дань памяти советским гражданам, героям Франции, посетили могилу Василия Порика и крепость Арас, где фашисты расстреливали партизан. Сейчас там стена памяти, и среди имён расстрелянных из девяти стран Европы есть имена наших соотечественников Порика и Доценко. В Лонгоне мы возложили цветы к могиле Степана Коцура воевавшем месте с Олегом Николаевичем Музером. Здесь, в Лонгоне, истоки нашей организации, именно здесь, на этой земле, сражались с фашистами Олег Николаевич и его товарищи. В Генуе мы посетили кладбище Сальента, где похоронен Фёдор Полетайев и другие наши соотечественники, сражавшиеся против фашизма в Италии. Во всех странах нас тепло встречали живущие там соотечественники, и мы передавали им привет с Родины. В поездке нас сопровождали представители посольств и мэрии городов. Это было первое и пока единственное мероприятие такого рода. Оно имело огромное значение как для нас, представителей России, так и для жителей стран, которые мы посетили. Мы напомнили о том, какую роль сыграл советский народ в освобождении Европы от фашизма. Спасибо. Спасибо большое Олегу Олегову за интересный, очень интересный рассказ. Спасибо, Олегу Николаевичу. Спасибо вашему папе и всем героям французского сопротивления Макки. Представляет слово Колесникову Сергея Сергеевича, ученого-секретаря Центрального музея войск национальной гвардии Российской Федерации, заслуженному работнику культуры Российской Федерации. Прошу вас, Сергей Сергеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад называется «Партизанский Сулуров Виктор Серебряков от командира полка войск НКВД до начальника штаба партизанской бригады». Тех, кто держал в руках книгу Геннадия Серебрякова Дениса Давыдов из замечательной молдавардейской серии «Жизнь замечательных людей», наверняка вспомнят первые строки посвящения партизанам 1812 года и народным мстителям Великой Отечественной войны светлой памяти отца моего Серебрякова Виктора Алексеевича начальника штаба Дядьковской партизанской бригады «Павлю смертью храбрых» на Брянщине посвящаю. Начальник штаба партизанской бригады Виктор Алексеевич Серебряков погиб 1 июля 1843 года. На месте его гибели был установлен обелиск со словами «Виктору Серебрякову партизанскому Суворову». Согласитесь, немногие доставят такого подобного сравнения. Наш Суворов так называли партизаном майора Серебрякова. И крылась в этом имени любовь к прекрасному человеку, уважение к его военному таланту и знаниям, надежды на успех в боевых делах. В личности Серебрякову партизанам подметили и многие исходные черты с великим полководцем. Ранние седина и глубокие морщины старили его. Постоянная спутница палка-костыль на перебитых ногах усиливала это впечатление. Но был он в нем неугасимый бодрый дух, смех, способный взбодрить любого унылого, проницательный взгляд опытного и много познавшего человека. А самое главное заключалось в том, что никогда ни при каких обстоятельствах он не терялся, никогда не клонялся от боя, а видел свою задачу в том, чтобы навязывать бой гитлеровцам в невыгодных для них условиях. Слава удачного командира в боевых делах сопутствовала ему. Но труден и долг был путь Виктора Алексеевича к партизанам. Виктор родился в 1903 году в многодетной крестьянской семье. С детства тянулся к знаниям. Отец умер рано, поэтому старший брат Иван предложил ему поехать в Москву. Там Виктор устроил с учеником на кондитерскую фабрику. Однако еще неокрепший подросток не выдержал первый серьезный житейский экзамен. Жена брата не излюбила мальчика, что было психологически тяжело. А у хозяина фабрики условия труда оказались кабальными даже для взрослых. И Витя сломался. В знак протеста ушел домой в Ивановскую область. Худенький 10-летний ребенок слабый от недоедания. Прошагал 300 верст по шпалам. Денег не было и пришлось уже народнее по найму работать деревенского кулака. Женился Виктор рано. В 20 лет сделал предложение подруге детства Клавдии Буденовой. Решил стать военным и стал Славгород, Новосибирск, Омск, где только не служил молодой офицер. В 33 года Серебряков окончил Московскую высшую пограничную школу. Получил назначение в Актюбинск. Затем судьба забросила его на Западную Украину. Великая Отечественная война застала семью Серебрякова недалеко от западной границы в городе Черткове. 77-й полк войск НКВД 10-й дивизии по охране железнодорожных сооружений, в котором Серебряков в мирном время был начальником штаба, в первые же дни вступил в бой с противником. Командир полка в одном из боев погибает. Серебряков принимает командование на себя. Подразделения отступают и ведут тяжелые бои. Вскоре полк оказывается в окружении. С боями военнослужащие пробиваются на восток. Полк под командой Серебрякова становится тем центром, вокруг которого сосредотачиваются остатки разбитых частей. Почувствовав в лице растерявшегося, осумевшего сохранить строгий порядок и дисциплину, доверчиво примыкали к полку отдельные подразделения и группы. Серебряков ведет частей на прорыв из окружения, отступают, снова занимают оборону на новых рубежах и снова прорываются на восток. В первых числах августа на одном из занятых рубежей Серебряков готовит удар по немцам. Он сам идет на передний край, чтобы выработать план действия. Но именно на этом участке немцам удалось опередить советские войска и первыми пойти в наступление. Серебряков организует контратаку, но под бадой сраженной вражеской пули. Его эвакуируют в госпиталь. Ночью гитлерцы прорвали обороны и вскоре ворвались в тот самый госпиталь. Они начали расстреливать раненых. Воспользоваться темнотой некоторым раненым удалось выбраться на улицу в огороды в поле. Серебряков с помощью сослуживец также сумел покинуть госпиталь, но немцы увидели беглецов. Автоматная очередь прошила Виктору обе ноги. Одна пуля раздробила коленный сустав. Сослуживец по фамилии Жолтоухов не бросил раненого товарища. Он перевязал раны утром, когда немцы покинули населенный пункт, пробрался в село, чтобы выяснить обстановку. Здесь в селе от немцев укрыла офицеров бедная месяц восстанавливался после ранения Серебряков. Дальше оставаться в селе было нельзя, да и опасно. Фашисты рыскали по хатам, расстрелили красноармейцев, забирали в плен. К тому времени относится письмо, сохранившееся в семье Серебряков. В нем Виктор Алексеевич писал своей жене. С 1 июля вместе с Женей это старший сын, 16-летний сын, и о нем надо когда-то рассказать отдельно, о его подвигах написал в своей книге «Зеленый Брам» Евгений Долматовский, но сегодня мы говорим о его отце. Находились в непрерывных боях. 4 августа я был ранен в обе ноги. После ранения находился на извлечении у местных жителей села Мало Смирянка Тиевской области. 30 октября встал на ноги и при помощи костылей вдвоем с моим товарищем отправились прибываться к своим. Свыше 600 километров на двух костылях с незажившими ранами прошел серебряков и лесами и перелесками продвигаясь в основном ночами. Только глубокой осенью надежно крыл его брянский лес. Настороженно встретили Виктора партизаны. Кто он этот седой заросший человек? В форме документы все в порядке и ордены груди. Не лазучек ли? Решили проверить деле. И вскоре Виктор Алексеевич принял участие в боях, затем выполнял отдельное поручение штаба Дядьковского оперативного центра по подготовке групп разведчиков отправляющихся в засады. Он показал себя хорошим организатором и в конце июня 1942 года капитан Серебряков был назначен начальником штаба оперативного центра. При формировании Дядьковской партизанской бригады в октябре 1942 года стал начальником штаба бригады. Вскоре получил звание майора. В конце июня 1943 года Серебрякова вызвали в западный штаб партизанского бригаду. Вместо расположения вылетели на самолете, но приземлиться было не суждено. Тихоходный самолет был атакован двумя мессершмиттами и сбит. В музее одной из московских школ сегодня хранится исписанная школьная тетрадка с подусловным названием «Дневник партизана». В этом дневнике есть запись, в которой раскрыты обстоятельства гибели Серебрякова. 27 июня 1943 года ночь пробыл на аэродроме прилетели самолеты, пишет автор дневника. Сегодня улетел наш партизанский Суворов майор товарищ Серебряков. Этот человек действительно голова военного образования. За период нахождения и работы его начальником штаба он нас многому научил. На всех проведенных операций показывал на практике как надо действовать в трудные минуты. И не зря бойцы говорили если с нами идет наш батька то любое здание будет выполнено. Садясь в самолет все прощались и целовались действительно как с отцом. В 1 час 10 минут самолет оторвался от земли. Запись от 2 июля 43 года. В 16 часов получили не совсем приятные радиограммы. То есть в ночь на 30 июня 43 года в момент когда обстреливал аэродром Мессершмитт то 3 самолета вернулись на Большую землю. Четвертый самолет в котором летел майор товарищ Серебряков не вернулся. Майор Серебряков погиб на перелете из тыла врага на Большую землю 30 июня 43 года. Похоронен в деревне Любе Гощ Дядьковского района Брянской области. И как я уже говорил в самом начале на его могиле сослуживцы установили обелик со словами Виктору Серебрякову партизанскому Суворову. Командир Дядьковской партизанской бригады Георгий Ильич Орлов написал Клавдии Ивановне жене Серебряковой «Я знаю как тяжела эта утрата для вас но вместе с вами переживаю скорби я ибо Виктор Алексеевич был моим самым близким боевым другом». Скорблятся командиры бойцы лично знавшие смелого инициативно боевого русского отца командира Виктора Алексеевича Серебрякова которого они при жизни называли наш Суворов. В заключении своего выступления разрешите процитировать строки из стихотворения поэта Геннадия Серебрякова «Сына отважного партизана». Оно посвящено великому полководцу Александру Васильевичу Суворову но очень символично в рамках нашей сегодняшней дискуссии. Вот строки «С собой в битвах он не дорожил и шел прямым на глупый царский норов. Он трудно и жизненно честно заслужил простую надпись «Здесь лежит Суворов». Спасибо за внимание. Спасибо. Сергеевич, спасибо большое за интересный доклад. Мы хотели прославить слово Любашевской Алене, культурному деятелю из Республики Беларусь. Прошу вас. Благодарю вас за приглашение к участию в конференции. Рада представлять город Борисов Минской области Республика Беларусь. При подготовке к конференции у меня встал очень важный для меня вопрос «Чем я могу быть полезна?» И вы знаете, к моей тихой радости оказалось, что подготовка дала мне в ответ много подарков. Например, вот передо мной две книги, которые переданы организаторам конференции от авторов. Их оперативно доставили из Минска. Первая из них называется «Пишу, чтобы слышали». Нашего известного белорусского публициста Юрия Буртовенко, который более 30 лет работал в газете «Советская Белоруссия». И вот выдержка небольшая из его беседы номер за 8 мая 1980 года называется «Операция Мост». Цитирую автора. «Мой собеседник хранит в памяти немало эпизодов, связанных с боевой деятельностью партизан и подпольщиков, сражавшихся против фашистских захватчиков на временно оккупированной в годы войны территории Белоруссии. В то время Адам Константинович Стельмах был первым секретарем Багушевского подпольного райкома партии на Витебщине, а ныне проживает в Марьиной Горке. Корреспондент Советка Белоруссии записал рассказ Стельмаха об одной из дерзких операций, осуществленной народными мстителями в начальный период Великой Отечественной войны. Юрий Гуртовенко помог в написании и составлении другой уникальной книги, которая называется «Дыхание партизанского дневника». Книга вышла всего лишь в 60 экземплярах и буквально пару недель назад, поэтому я очень счастлива тоже передать ее в дар российскому историческому обществу с посылом от автора и тоже процитировать. Слова от составителя «Услышь меня, мама, я дочь автора партизанских мемуаров в Клавдии Евсеевны Дейденко Кулаковской Светлана Михайловна Царапкина родилась уже после войны и поэтому внимательно листая неповторимые страницы партизанского дневника я как бы рядом с ней прошла по горячим лесным тропам приближая освобождение нашей земли от фашистского ига. Книгу «Дыхание партизанского дневника вошли не все материалы, содержащиеся в записях Клавдии Евсеевны, но и публикуемые избранные места показывают и трагизм потерь, и героизм участников партизанского движения в ходе войны. Мои дорогие, родные, близкие люди сдали экзамен на стойкость и мужество, и я горжусь этим. Удивительно, как все пережитое, рассказанное мамой, самым дорогим человеком, актуально для сегодняшнего дня. Отдельные разделы уникального повествования я готовила к публикации с чувством благодарности за реальное документальное личное восприятие незабываемого времени. Здесь моя мама, как автор, выступает в сложнейшей роли одновременно и участницей, и летописца великого народного подвига, увенчавшегося победой». И цитируя чуть-чуть слова непосредственно автора дневника, хотелось бы отметить такой отрывок. «Свой дневник я дала прочесть нашему командиру партизанского отряда номер 36, герою Советского Союза Сергею Георгиевичу Жунину. Вот что он мне ответил. «Ты, Клава, хорошо и очень правильно описала все события партизанского движения, но некоторые моменты опустила. Я попросил бы, чтобы ты собралась с мыслями, силами и написала более подробно. Ты хорошо и многое знаешь, к тому же у тебя хороший стиль, изложение». Передам по окончанию конференции в дар эти две уникальные книги. И вы знаете, когда я слегка полистала данный дневник, конечно же, анализируешь свой семейный альбом, свои воспоминания, и сейчас бы я хотела немножко рассказать и про нашего героя в нашей семье. Я позвонила своей маме, сказала, что в нашем семейном календаре отныне должен быть тоже отмечен день партизан и подпольщиков, потому что ее старшего дядю, которого вы видите на экране, Николая Васильевича, мы как бы не выделяли как подпольщика и партизана, и это совершенно неверно. Как-то в последние годы я заинтересовалась нашим семейным древом, и слава богу, благодаря книге памяти Украины, которая до сих пор еще в доступе, и даст Бог, будет действовать. Была возможность у меня в 19-м году, когда я делала наш бессмертный семейный полк, найти подтверждение тому, что действительно 16-летний парень Николай по доносу односельчанина был расстрелян фашистами за его авторские листовки с его личными стихами против фашистов. И только спустя годы его мать, моя прабабушка, узнала, что захоронен он в братской могиле. Скажу вам, что была я возле этого памятника только однажды, лет 20 назад, и не знала, что это для нашей семьи важное место. В 21-м году у меня была такая уникальная возможность всеми неправдами побывать на своей малой родине Киевской области. Это Киевская область, Богуславский Николай из села Хакитвы. Памятник находится при въезде в город Богуслав. Я пошла в Киевический музей, в котором было, в принципе, каждое лето приезжают бабушки, но, опять же, смотрела не туда. Я нашла документы, в котором действительно фигурирует Аркуша Николай Васильевич, там он в алфавитном порядке первый. Поэтому, даст Бог, через какое-то время можно будет совсем по-другому осмысленно побывать на своей родине и побыть у этого памятника. Продолжение нашего семейного бессмертного полка хотелось бы отметить памятник, который вы видите на экране. Моя мама в этом году впервые несла своего дядю с изображением и мы проходили по нашей одной из центральных улиц города Борисова Проспект Революции мимо памятника Люси Чаловской. Опять же, как бы систематизировав свою жизнь, я думаю, ну почему только сейчас и благодаря конференции, слава Богу, для меня эта личность опять в новых красках и важных красках. Ну даже в моем паспорте на сегодняшний момент штамп о регистрации по месту проживания зафиксировано, зарегистрировано на улице Люси Чаловской. Когда-то, так как я все-таки остаюсь навечно пионером Советского Союза, я торжественно стояла, скорее всего, что это был 90-й год, вряд ли 91-й. Мы с одноклассниками торжественно стояли возле памятника Люси Чаловской 9-го мая и выпрямляли свои спины, когда видели, что ехал наш 18-й автобус, который курсирует по маршруту ЖД вокзал улица Люси Чаловской. Почему наша улица названа в честь этой партизанки? Да потому, что рядом проходит улица Инкубаторная, когда-то конец города, окраина, где была квартира семьи Чаловских и где в общем-то велись важные подпольные совещания. Наша школа курировала памятник в советское время, поэтому вот была такая уникальная возможность, о которой сейчас радостно вспомнить. Пару слов о Люсе Чаловской. Замечу, что не Людмила, а Люсе, потому что тоже 16-летняя девушка, закончила она свою жизнь в 43-м году в 19-летнем возрасте, так для нас и она осталась Люсей, а не Людмила Ивановна. Партизанка и подпольщица Люси Чаловская расстреляна в ночь на 7 ноября 43-го года после целого месяца терзаний в тюрьме, то есть ее пытали, ну вообще-то известны эти факты, зверства. С первых дней оккупации состояла в молодежной группе, которую по заданию Ивана Яроша возглавил Борис Качан. Квартира Чаловских была местом встречи для подпольщиков и партизан. Люся стала впоследствии разведчицей связной партизанской бригады дяди Коли, это тот же самый Федор Лопатин. Именно благодаря ей 70 бланков немецких документов были переданы разведчикам, что позволяло партизанам свободно находиться и передвигаться по Борисову, Смолевичам и Минску. Посмертно Людмила Ивановна Чаловская награждена двумя орденами Отечественной войны первой степени, ее именем названа улица в городе. И вот тоже стечение интересное сегодня, 29 июня 1958 года, именно на проспекте революции был установлен ей памятник. Теперь, переходя непосредственно к проекту, которым я занимаюсь последние два года, будьте добры, не переключаются в следующий кадр. Что такое выставки, как указано в теме моего доклада, выставки социокультурного проекта «Сербия, Беларусь и Россия тихое созерцание». Это коллажи, представленные тематические коллажи в каждой группе по семь. То есть семь коллажей о Сербии, семь о Беларуси и семь сейчас в работе о России. Это мне позволяет вести диалог. То есть фотография – это мой инструмент, через который можно поднять какие-то насущные вопросы. Вот, допустим, сейчас я приняла решение, как автор я могу скорректировать коллаж о Борисове, городе Борисове, дополнить его памятником Люси Человской для того, чтобы сохранить память этой известной личности нашего города. Выставки начались в январе прошлого года. О Беларуси она была показана в Минске и в Борисове. Затем она перебралась в Москву. Переключите, пожалуйста, следующая работа. здесь была возможность расширить свои знания и умения и в месяце сербской культуры в прошлом году я провела презентацию своего проекта и там же прошла выставка о Сербии. Будьте добры, дальше. В октябре прошлого года добавилась выставка о Беларуси и она уже была презентована в Нижнем Новгороде, в Липецкой области, будьте добры, и вот весной этого года в Ивановской области в рамках проекта Балканский мост. Хотелось бы немножко дополнить выступление Драгоны, где она упоминала октябрь 41-го года. Вот когда я была в Шуи, там в школе номер 11 есть русско-сербский клуб, и мы с ребятами очень плодотворно пообщались в течение двух часов и я на память оставила две своих фотографии Брестская крепость для того, чтобы тоже поднять тему начала Великой Отечественной войны и 41-го года и вторая фотография это был памятник прерванный полет или памятник пятому классу из парка в городе Краговец тоже рассказав о том, как были расстреляны в большом количестве учащиеся и их учителя. Будьте добры дальше. На март я надеюсь, что все-таки я уже доеду в Сербию и смогу презентовать и Беларусь и Тихосозерцание и Россия и Тихосозерцание и это уже будет закрыта моя трилогия проекта Сербия, Беларусь и Россия и Тихосозерцание. Будьте добры дальше. Проект стоит на трех китах. Фото, потому что это основной инструмент, который помогает наладить диалог со зрителем книга, потому что для меня Сербия стала ключевым в моем проекте. В руки дома мне попала книга из домашней библиотеки патриарха Павла «Укрепляясь только верой», которая вот на могиле, вы видите, на фотографии, на могиле я поставила ее для того, чтобы для себя запечатлить, что моя мечта и моя цель достигнута, я у патриарха рядом и можно двигаться дальше. И, конечно, православие, которое объединяет наши страны. Будьте добры, дальше слайд. Что дает пространство выставки? Оно превращается в братскую атмосферу. Здесь мои рассказы о дружбе, о любви, о взаимовыручке, потому что мне есть о чем транслировать о сербах, они мне очень помогли в последнюю мою поездку в февраль-марте 2022 год. Но это отдельная тема для разговора. Будьте добры, дальше. Вот для меня очень дорогой слайд. любой автор желает видеть отклик. И сегодня, опять же, в лице драгоны хотела бы поздравить сербский народ с годовщиной 635-летия Косовской битвы. Вы видите QR-код, по которому можно перейти на страницу московского поэта Андрея Середова, который, благодаря, опять же, моей выставке, смог написать такой большой труд. Он порядка 30 минут в чтении автора, который называется «Баллада о сербской Голгофе» или «Поле черных дроздов». Конечно, можно было для себя, как для автора, я отмечаю, что можно было эту выставку придумать только для того, чтобы Андрей написал при открытии, прочитав свое стихотворение в укор латыни, и потом его сподвигло это написать балладу. Будьте добры, следующий слайд. В завершении что бы хотелось отметить. У меня есть с собой календарики с работами, которые представлены на коллажах, которые, конечно, не со мной. Вы можете взять, если кто-то желает. Вот 30 июня буквально на днях будет тоже годовщина подвига нашего, на нашей Борисовской земле. экипаж Павла Рака, танковый экипаж Павла Рака смог 16 часов держать в страхе фашистов, и этим ознаменовал освобождение Борисова, которому мы отвечаем 1 июля. То есть в 44-м году, тоже 80 лет этому подвигу. И, конечно же, анализируя подготовку к выступлению, я подумала, конечно же, должен появиться и такой же календарик с памятником Люси Чаловской. Спасибо за внимание. Вечная память нашим героям. Спасибо. Алена, большое спасибо за интересный рассказ. Вы так разнообразно свою сферу описали и этой выставке, и память о ветеранах сохраняете. Марина, подскажи, пожалуйста, там Италия вышла на связь? Здравствуйте. Слышно ли меня? Мы вас с опозданием просим сказать несколько слов из далекой страны, сегодня нам недоступной, Италии, старый древний город Рим. Прошу вас. Слово предоставляется директору русского дома в Италии, федерального агентства по делам сотрудничества независимых государств, соотечественников и проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству Пушковой Дарья Алексеевна. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие друзья. Прошу прощения за задержку. Возникли технические неполадки. Я, как уже было сказано, возглавляю Российский Центр Науки и Культуры в Риме, как его сейчас называют Русский Дом, и очень рада присутствовать. Для меня большая честь быть сегодня здесь, на сегодняшней конференции, которая совершенно очевидно важна не только для России, но и для всего мира с точки зрения сохранения нашей общей памяти и исторических фактов, которые нынче некоторые пытаются писать или представить в искаженном свете. Вы слышали выступающих до меня. Хорошо известно, что итальянское движение сопротивления было одной из самых активных и многочисленных в Европе. Считается, что в итальянских партизанских отрядах участвовало до полумиллиона человек. Среди них, как известно, было пять тысяч бывших советских военнопленных, то есть каждый сотый. Итальянцы очень ценили русских бойцов за отвагу, за боевой опыт и за непримиривость к врагу, а из числа оставшихся в лагерях пленных итальянские партизаны стремились всегда освобождать в первую очередь советских, которые были готовы умереть за идеалы борьбы с нацизмом на поле битвы. Хорошо известна история про так называемый русский ударный батальон, который был сформирован из бывших советских военнопленных, оббежавших из немецких концлагерей, и это было одно из самых мощных военных формирований, участвовавших в итальянском сопротивлении. По вечерам бойцы пели, как известно, наши песни, грузины затягивали Сулико, ну а русские, естественно, затягивали Катюшу, которая очень полюбилась итальянцам своей мелодичностью, и в годы войны было, на самом деле, создано достаточно большое количество переводов Катюши, несколько итальянских текстов, и потом еще благодаря одному из переводов, который принадлежал партизану Феличо Кашоне из Лигурии, родилась песня, которая стала гимном всех партизан в Италии «Свистит ветер». Здесь наверняка уже шла речь о партизанах, известных, о таких известных именах, как Федор Полетаев, Алексей Флейшер, Владимир Переладов, которого здесь называли капитан Руссо, ну и много других колоритных личностей выступали в отрядах партизанов, например, сын звездной пары актеров МХТ Василия Качалова и Нины Литовцевой Вадим Шверубович. По сей день, как известно, в Италии памятники русским героям находятся и могилы, находятся на кладбищах итальянских городов и деревьев. До сих пор многих, имена многих еще неизвестны, однако бесконечно радует, что исследования и на этом направлении не прекращаются. За последние годы удалось установить несколько имен советских партизан. Многие из тех, кто участвует в этой работе, привлекаются в том числе российским историческим обществом, и мы бесконечно благодарны вам за эту работу, и мы стараемся поддерживать все, так скажем, инициативы на данном направлении. Я не буду говорить об обществах дружбы между Советским Союзом и Италией, которые во многом формировались именно базируясь на итогах вот этой совместной борьбы. Скажу лишь о том, что в следующем году Россотрудничество собирается, точнее, не то, что собирается, а отмечает 100-летие истории народной дипломатии, и в рамках этого, этих празднований мы, безусловно, собираемся провести в том числе и конференцию, которая еще раз позволит нам с вами поговорить об истории движения сопротивления, и мы будем рады, если участники сегодняшней конференции примкнут к нам в следующем году в рамках празднования годовщины Дня Победы, чтобы вновь вернуться к этой важной для нас теме. А ко всему вышесказанному добавлю лишь, заканчивая, знаю, что у нас времени мало, что движение сопротивления в Италии стало в каком-то смысле базой для формирования новой итальянской идентичности после войны и годы. И именно тогда начало активно формироваться гражданское общество благодаря деятельности интеллектуалов, которые входили в том числе и в правительство. И одной из основополагающих формулировок, наверное, в отношении этих людей было человек культуры, протагонист и ее защитник. Именно так роль интеллектуала теоретизировал итальянский философ Норберто Боббио. Вот эта формула относительной автономии культуры от политики нашла свое полное отражение тогда и применение в жизни. Во всех уставах общественных антифашистских организаций, архивах, ассоциаций памяти прописан момент об их независимости от политической системы. И это именно то, что сейчас, к сожалению, мы наблюдаем активный отход от этой позиции. Хочется, тем не менее, надеяться, что мы сохраним направление движения с сохранением человека культуры. И в Италии, надо сказать, можно говорить о том, что все-таки это происходит, это не совсем забыто. И отношение к культуре, в том числе, как основополагающей ценности, которая объединяет народы, оно в Италии по-прежнему присутствует. И работая здесь каждый день в так называемой недружественной стране, я тем не менее вижу, что на уровне народного отношения к России и к русскому народу итальянцы своей любви к нам не теряют. Идеологи сопротивления создали много культурных общественных организаций, в том числе, можно к ним причислить партизанские движения, как Итальянская Национальная Ассоциация Партизан АнПи, представленная во всех регионах, Итальянская Федерация Партизанских Ассоциаций, Национальный Институт Истории Движения за освобождение Италии, ну и так далее, и так далее, которые именно занимаются борьбой с неофашистскими настроениями, историческим ревизионизмом, а также с угрозой забвения роли национального народного сопротивления. Эти люди продолжают охранять ценности и идеалы движения сопротивления и считают его фундаментой новой государственности и базой для существования современного государства. Именно с этими людьми, которые не собираются переписывать историю, именно с теми людьми, которые помнят и ценят важность исторической памяти, мы продолжаем работать, мы пытаемся расширить их круг, и мы очень благодарны вам за то, что вы продолжаете эту работу, надеемся увидеться с вами и в следующем году, будь то на конференции, будь то в рамках празднования годовщины Великой Победы. Спасибо вам за предоставленное слово. Спасибо большое Дарья Есейевна за то, что вы сказали нам хорошие добрые слова, дали нам напутствие, будем дальше работать, общаться и продолжать трудиться. Слово предоставляется Шептелути Олегу Семеновичу, председателю Тульской региональной и национальной общественной организации Молдавский центр. Прошу вас. Большое спасибо Российскому историческому обществу за приглашение на столь серьезное мероприятие. Так вот совпало, что в середине прошлой недели в Тульском Кремле была презентация книги, которая называется «Герои спецназа в тылу врага». То есть эта книга повествующая о малоизвестных страницах истории Великой Отечественной войны, связанной с партизанским движением и особой героической деятельностью лучших представителей отдельной модострелковой бригады особого назначения Амсбон во вражеском тылу. В ее состав входили не только известные на всю страну спортсмены, но и политические иммигранты самых разных государств, сплоченные общей идеей борьбы против фашизма. Вместе с ними в одном ряду сражались и наши земляки, которые внесли свой замечательный вклад в победу над гитлеровской Германией. Когда началась война, автору записок этой книги Лене Семину едва исполнилось 15 лет, а к концу ее 19-летний юноша уже являлся обладателем нескольких боевых орденов и медалей, по праву полученных ими за самоотверженную работу за линии фронта. Просто и доходчиво рассказывает о своих друзьях-товарищах с Косой горы. Ныне это район Косогорского металлургического завода, он в советское время назывался завод имени Дзержинского, и это партизанское формирование они называли себя Дзержинцы. То есть Косая гора, Тула и Калуга. Калуга до 1944 года относилась к нашей Тульской области. Дополнительную работу о месте времени действия упомянутых книгей лиц дают комментарии работники государственного учреждения культуры Тульской области, Тульское музейное объединение. Автор этого произведения, записок, которые сформировались на основе воспоминаний Леонида Семина, Белов Александр Георгиевич. Туляк Леонид Семин в 16 мальчишских лет стал добровольцем, записался в диверсионно-разведывательный отряд по линии НКВД от Косогорского металлургического завода. Огненными верстами он прошел по территории различных областей Центра России и Беларуси, активно участвовал в рельсовой войне на мостах и железных дорогах в тесном взаимодействии с партизанскими отрядами и местным населением. В записках откровенно рассказано о малоизвестных страницах деятельности отрядов особого назначения Гулуок подробно описаны проведенные боевые операции на оккупированной родной земле и всесторонне показано повседневной полной опасности жизнь партизан и их добровольных помощников. Эта книга по праву является данью памяти юным тулякам по зову сердца вставшим в ряду в ряды народных птителей в лихие для Родины дни Великой Отечественной войны при самом непосредственном соприкосновении с противником за линией фронта. То есть Леонид Семин вот свои там от 16 до 19 лет то есть ну тут книга прочитаешь то есть не знаю как это сказать то есть волосы дыбом становятся наверное даже от безбашенности которая у людей там в юном возрасте есть то есть вот в этот период он стал кавалером ордена дважды то есть Отечественной войны первой страной в степени красной звезды медалью партизан Великой Отечественной войны первой и второй степени ну а далее продолжал работу на том же Косогорском металлургическом заводе эту книгу я с удовольствием презентую российскому историческому обществу то есть вот только издана и вот как-то я даже не знал что то есть на презентации даже это не совпадало с датой завтрашней то есть просто вот так случилось что объединили эти события ну вот хочу вот в дополнение к сербским сербским товарищам большой праздник сегодня могу отметить что 28 июня 1940 года то есть вот как сегодня это был день воссоединения Бессараби Советским Союзом Советской Родиной скажем так была в Кишине и улица названа причем в самом центре где находится на сегодняшний день мэрия города Кишинева сейчас другие времена улицы переименовали праздник забыт и празднует ее только ну наверное тот кто кто это помнит кто это знает кто это ценит ну у нас выступление бинарное я да там житель Кишинева который уже долгое время живет в Туле а хотелось бы передать слово ну да наверное Константин Николаевич представит моего коллегу из республики Молдова спасибо да представляем слово Петрович Алексею Владимировичу руководителя представительства российского военно-исторического общества в республике Молдова председатель рекомендационного совета российских соотечественников в республике Молдова прошу вас добрый день коллеги меня слышно да пожалуйста чудесно друзья я искренне рад вас всех видеть приветствовать вижу много дорогих знакомых мне лиц ежи большой тебе привет рад видеть тебя живым здоровым и на свободе как у нас говорят сейчас друзья я очень рад приветствовать вас на этой замечательной конференции я видите даже подобрал сегодня такой специальный партизанский фон выхожу сегодня к вам онлайн конечно очень хотелось бы быть по ту сторону экрана но как говорится нас пока разделяют расстояния чудесный повод для того чтобы собраться и поговорить о героях подпольщиков и партизанах ну наверное нет среди вас в зале человека который не знает знаменитую песню про смуглянку молдаванку и партизанский молдаванский отряд ну песня это написано конечно была про партизан Григория Ивановича Котовского но в общем-то вошла прочно в сознание наших людей советских людей русских людей людей постсоветского пространства как раз в связи с действиями молдавских партизан ну если говорить уже более откровенно и предметно то конечно как таковой партизанской войны на территории республики Молдова Молдавии в то время советской Молдавии не было ввиду того что ну у нас на самом деле это у меня на картинке здесь есть такой замечательный парк городской на самом деле у нас таких лесных массивов таких как на Украине как в Беларуси как в России у нас таких лесов просто-напросто нет и поэтому действовать партизанским группам было очень сложно и тяжело безусловно были подпольные формирования которые действовали в 1941-1942 году но уже к 43-му году румынской сигуранцией это румынская контрразведка эти подпольные формирования были жестоко подавлены а их активисты были либо уничтожены физически после зверских пыток расстреляны повешены убиты либо посажены по тюрьмам ну а соответственно то что касается партизанской войны уже в 1944-м году то скорее если быть терминологически корректным то стоит называть это конечно диверсионно-разведанная борьба потому что группы которые высаживались в тылу противника они имели задачи прежде всего диверсионно-разведанная а именно проведение диверсии в тылу противника оценка количества войск находящихся чтобы передавать эти сведения в то время уже партизаны внесли очень свой весомый вклад в освобождение Молдавии от румыно-немецких фашистских захватчиков 80-летие которого мы отмечаем в этом году и в нашей стране около 30 памятников посвященных героям партизанам эти памятники сохраняются у нас есть музей партизанской славы несколько музеев на территории нашей страны они действующие они по-прежнему принимают гостей у нас активно разная такая форма патриотического воспитания как военно-исторический туризм и вот один из маршрутов это как раз маршрут по местам партизанской славы отряда журналист отряда который весной 1944 года был высажен в тылу румынских войск который на протяжении двух месяцев реагировал по тылам противника который из 10 человек первоначального состава вырос до 200 человек исходя из вступления в него представителей местного населения ну и кстати говоря это вот эта цифра этот факт он говорит сам за себя у нас сегодня некоторые наши недовидные политики пытаются представить великую отечественную войну как чуждую для молдавского народа войну так вот местные жители молдаване этнические молдаване активно вступали в ряды партизанских подпольных и диверсионных групп выступая проводниками выступая переводчиками выступая активными бойцами этих соединений подразделений и это подтверждает тот факт что для молдавии для молдавского народа война 1941 1945 годов была прежде всего великой и отечественной в нашей стране сегодня проживает около 30 человек ветеранов великой отечественной войны среди них есть несколько участников партизанских формирований участников подполья мы в свое время на протяжении последних 15 лет мы старались фиксировать записывать воспоминания участников великой отечественной войны и среди них есть тоже несколько интересных материалов посвященных как раз и подпольщикам и партизанам которые сражались в тылу противника в том числе и на территории Молдавии ну хочу отметить что тема партизанского вклада в победу над фашизмом на территории нашей страны она не только конечно хранится и навсегда увековечена в знаменитой бессмертной песне она конечно хранится и в памятниках которые стоят на братских могилах погибших воинов она хранится и в исторических трудах у нас есть были выпущены еще при времена Советского Союза отдельные монографии посвященные партизанам Молдавии эта память у нас безусловно сохраняется ну и хочу сказать в завершение буквально две недели назад у меня была авторская выставка на поклонной горе в музее победы женское лицо великой войны мы отобрали 10 биографий женщин которые принимали участие в обороне Молдавии от фашизма и освобождении Молдавии в 1944 году так вот одной из героиней этой выставки была как раз радист отряда журналист Валентина Максимова уроженка Алтая молодая девушка которая погибла в бою с румынскими карателями весной 1944 года погибла страшной смертью прикрывая своих товарищей после этого была сожжена румынскими жандармами ну сейчас на ее могиле стоит очень красивый достойный обелиск очень красивый достойный памятник и каждый год 9 мая и 24 августа к этому памятнику молдавские дети приносят цветы цветы в память о героине женщине героине партизанке которая отдала свою жизнь за свободу и независимость нашей родины и за свободу и независимость Молдавии которая сегодня чит и помнит подвиг героев я благодарю вас всех за внимание и желаю успешного продолжения конференции спасибо спасибо большое Алексей Владимирович за интересный рассказ мы хотели бы предоставить слово Ежи Тыц руководитель ассоции Курск Польша Россия теперь уже поскольку у нас Ежи Тыц стал членом Российское историческое общество что мы его поздравляем стал ближе к нам можно сказать даже похвалился приобрел некое некое имущество на территории Рязанской области вот мы очень тоже рады что он стал ближе к России очень-очень очень вот данный Рио пожалуйста Ежи спасибо дорогие друзья за приглашение конечно за то что правительство правления Рио не забывает по поляках о нашей общей борьбе против фасшистско-гримманских захватчиков и конечно большую часть что так называемое таки готовили документы за партизан в Беларуси она все таки заслуживает уважения и места в истории великой победы мая 45-го года к сожалению поляки не объединились в борьбе против казалось бы общего врага это безусловно сказалось на результатах борьбы с одной стороны армия краевая которая считалась военным представителем полского эмигрантского правительства в Лондоне а с другой стороны людовая армия которая отвергла отбросила бульжуазную систему существующую в Польше до войны и тесно связывала будущее Польши с сотрудничеством и дружбой с Советским Союзом само собой что две столь сильные и в то же время диаметрально противоположные вооруженные силы не только отвергли возможность совместных действий против немцев но и воевали друг с другом тут сербы понимают этот вопрос в конечном итоге армия Краева была распущена в январе 45-го года большинство ее партизан попали в ряды войска Польского а партизаны Краевой Людовой Армии также воевали до полской армии до конца войны после войны большое количество из них стало сотрудниками милиции сражались с бандами разного вида а также вели тяжелые бои с украинскими националистами помимо этих двух основных партизанских сил существовало еще несколько малоизвестных частей также заслуживших уважения и местом пантеоне победителей фашизма я сегодня дорогие друзья представлю историю отряда под названием еще полша не пацилина еще полша не умерла это как мы знаем первая фраза польского народного гимна эта фраза кончится словами пока мы живем по-польски это звучит еще полска не сгинела пока мы живем ребята партизаны считали что пока они живы полша не пропадет и к счастью они были правы этот отряд в полше еще не подселено это соединение сформировано на рубеже 42-43 годов в войне организованно оно подчинялось командованию советских партизан и являлось одним из сильнейших партизанских отрядов состоянных из поляков в этом районе отряд организовал Роберт Сатановский он на фотографии и подчинив его украинскому штабу партизанского движения он обеспечил постоянной поставки оружия из Советского Союза деятельность этой группы сосредоточилась на войне помимо борьбы с немецкими оккупантами группа защищала польское население в этом районе от деятельности националистически настроенных украинских бандитов под знаменем ОУН-УПа первое подразделение этой группы было создано 8 февраля 43-го года и первоначально он насчитывал 37 партизанов его командиром был конечно Сатановский начальник штаба Рожковский командир разведки Станский и так далее в связи с большим притоком добровольцев с января 44-го года в составе группы Польша еще не погибла были созданы новые части в марте группа была разделена на две бригады уже две бригады одну под командованием Винцентя Рожковского и другую под командованием уже полковника Роберта Садановского на пике своего развития ее численность достигла 1150 тысяч человек а начиналась она группой 37 партизанов и на тот момент это было сильнейшее вооруженное формирование поляков на воене отряд Польши не поцелена предпринял попытку даже форсирования реки Бук и выйти в район Лублина но это удалось сделать только двум под разделением имени Зависчерного и Стефана Черницкого но в апреле 44-го года этот отряд состоял из 10 уже отдельных частей общей численностью почти 1200 человек партизан из которых 8 частей действовали в районе юго-восточнее Кобеля а остальные за рекой Бук в районе Водавы действия в составе советских партизан на Украине партизанский отряд Польша еще не поцелена уничтожил около 400 немецких солдат и офицеров пусти под откос 9 транспортов взорвал 3 железнодорожных и 5 автомобильных мостов 27 июля 44 группа завершила свой боевой путь под Янобом Любельским это уже территория Польши в августе 44 года на базе этого отряда была создана 8 стрелковая дивизия 2 полской армии в районе Седрце на основании приказа РККА номер 7 Ну вроде все дорогие друзья это история только одного из польских отрядов небольших но поляки знаете как могли так и старались Польша до войны во время войны и сейчас всегда было и останется по взглядам на историю на политику разделена как минимум напополам это конечно печально я очень жаль что польский народ имеет такие разные взгляды и что тратится такое большое количество сил и средств на переписку историю сейчас в моей стране но я надеюсь что все таки когда-то в будущем с нашей помощью моей организации как-то получится остановить этот губительный процесс по фальсификации истории и все вернется в правильное русло также отношения между Польшей и Россией это для нас очень очень важно спасибо за внимание дорогие друзья вечно память советским польским солдатам особо польским советским партизанам спасибо огромное спасибо большое Ежа за интересный доклад просим подключиться онлайн Корнилкову Екатерину президент ассоциации русское поле члена комитета по военно-историческому движению соотечественников и патриотическому воспитанию молодежи главного редактора информационного портала Бесмертный полк Италия прошу вас Добрый день Слышно ли меня? Хорошо? Да Благодарю организаторов за возможность выступить на этой конференции а присутствующих выслушать Как многие знают главным объектом моих исследований являются российские военнослужащие и дипломаты начиная с времен Российской империи до наших дней которые служили на Апининах Для меня как для потомка из семьи военнослужащих дело чести заниматься этим делом В следующем году должен выйти сборник партизанского некрополя они погибли за свободу Италии Его составитель историк ассоциированный сотрудник института всеобщей истории РАН Михаил Григорьевич Талалай и я активно подключилась в эту работу над этим изданием В издание войдут как имена погибших партизан в Италии их фотографии документы свидетельства а также истории их подвигов на Апининах Трудно за пять минут рассказать то над чем ведется работа практически нескольких лет как в архивах так и на полях выезжая на места предполагаемых захоронений не всегда получается их найти так случилось практически со всеми захоронениями на юге региона Лацио все они были перенесены с муниципальных кладбищ на немецкое городе Казино к сожалению такое случается 16 советских партизан покоятся в братских могилах с нацифашистами например в Кастермана это Василий Волков и Михаил Кабанов из Тулы Анатолий Журавский из Псовской области Степан Руденко из Донецка Иван Рыбальченко по кличке Буденный из Ставрополь они навсегда остались со своими врагами захоронены на одном кладбище многие упоминают о 500 погибших но это не так 500 а то и 550 погибших это только неизвестные безымянные или упомянутые по партизанским кличкам это и 4 неизвестных русских погибших под Бобио в провинции Печенца это 16 партизан бригады Басовица погибших по Льваново 30 погибли в Зорникарне провинции Удины в период с октября по ноябрь 1944 года 113 по другим данным 120 азербайджанских солдат которые перешли на сторону партизан и были расстреляны в марте 1945 года нацифашистами это 5 партизан бригады Болеро Михаил Василий и еще трое неизвестных русских которых пытали и медленно убивали привязав колючую проволоку к столбам в коммуне Казалеки Дирейно в октябре 1944 это десятки железных и деревянных крестов в лесах и на горных тропах в Тоскане и Ломбардии Лигурии и Эмилии Романи многие другие имен которых мы скорее уже не узнаем например уроженцев РСФСР погибло не менее 204 человек Грузии 70 Азербайджанцев 160 Украинцев 95 неизвестно месторождение минимум 100 погибших партизан но к счастью известно их имена была надежда что карточки партизан из итальянских архивов пролют свет на судьбы наших соотечественников но и там оказались данные не отвечают действительности удалось выявить порядка 40 человек которые согласно ОБД и память народу числились погибшими но как оказалось благополучно вернулись в СССР после войны даже на новом казалось бы обелиске который открытие которого состоялось в 2010 году в Триесте указано три фамилии людей которые не погибли это Веркин Мельчиков и Фоменко я хотела бы сегодня вспомнить участников армии Владислава Андерса который в январе 44 года в составе 8 британской армии был отправлен на итальянский фронт сколько точно было в составе этой армии наших сограждан мне пока неизвестно в Италии расположены четыре больших польских кладбища и вот исследование именно этого вопроса я занималась совсем недавно в итоге на этих кладбищах захоронено 1444 уроженца Белоруссии России таких городов как Санкт-Петербург Воронеж Казани Чеченской Республики Москвы Смоленской и других городов Украины Литвы Латвии и Эстонии да разделение между национальностями я не делаю это были этнические поляки либо и смешанных семей некоторые абсолютно с русскими именами и фамилиями вот почему не 500 наших сограждан погибли за свободу Италии а как минимум 2500 учитывая армию Андерса а всего советских людей в итальянском сопротивлении было порядка 6000 это уточнение сделала Нелли Павловна Камолова да и утверждалась всегда цифра 5000 также сейчас я работаю над созданием и хочу запустить в следующем юбилейном году победы общую полную базу советских партизан на моем онлайн информационном портале Бессмертный полк Италии она будет доступна абсолютно для всех на сегодняшний день собрано более четырех с половиной имен советских партизан как я уже говорила это сотни тысяч страниц архивных документов данные из которых скрупулезно заносила на протяжении нескольких лет из всех возможных доступных источников считаю неправильно держать эту информацию и данные в столе благодарю за внимание буду рада сотрудничеству со всеми и с удовольствием отвечу на вопросы если такие есть спасибо большое близким родственникам героев героев советского союза молодогвардейцев 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 великой великой качественной войны у нас сегодня присутствует Левашов Алексей Сергеевич Павликова Елена Валентиновна Чурина Елена Юрьевна Галкин Прошу вас уважаемые коллеги но попросил бы у нас мы уже вышли далеко за регламент обойтись пяти минутами может быть до пяти минут спасибо я постараюсь конечно вот но вы все знаете молодогвардей потому что молодогвардей города Краснодона потому что Фадеев в свое время вовремя написал книгу об этом я хочу сказать что сейчас 20 июля 42 года в Краснодон вошли немцы но перед оккупацией весной 42 в Краснодоне формируется партийное подполье пять человек дали согласие на работу в подполье Людьков Бараков Демченко это женщины Выставкин и Яковлев Степан Григорьевич это мой дедушка вот это как бы было оставлено для подполья а вот молодая гвардия самая подпольная комсомольская молодежная организация она сформировалась самопроизвольно туда вошли бывшие школьники выпускники 41-42 годов и многие те кто жили в Краснодоне но они воевали уже попали в окружение и пришли из окружения такие молодогвардейцы как Иван Туркенич Дмитрий Огурцов вот братья Левашовы ну все все они окончили специальные школы радистов и то есть имели небольшой опыт работы вот в подпольных организациях в августе 42-го года молодежь ну сформировала не смирилась с фашистскими порядками и в ночь на 30 сентября они после того как были казнены 32 шахтера зарыты живыми так сейчас соберусь 32 шахтера были зарыты живыми в шахты это конечно подвигло всю молодежь объединиться потому что прежде были разрозненные группы там возглавляемые например Сергеем Тюлениным вот здесь присутствует племянник Сергея Тюленина вот они объединились в штаб и назвали свой штаб по предложению Сергея Тюленина молодая гвардия наряду с распространением листовок среди населения сбора оружия боеприпасов и медикаментов они провели целый ряд боевых операций они они совершили нападение на машины с оружием боеприпасами освободили из волчанского лагеря 70 военнослужащих освободили группу военно-пленных из здания фельдшерского пункта поселка Первомай Первомай Первомайки усилиями коммунистов подпольщиков и молодогвардейцев были сорваны все планы фашистов по графику восстановления объектов хозяйства и естественно не восстановилась ни одна шахта в городе в декабре 1942 года в ноябре во всех районах города и в ближайших поселках вывесили 10 флагов символов СССР как были рады люди которые ну которые жили в темноте и не знали ничего как они были рады листовкам которые молодогвардейцы развешивали по всему городу в декабре 1942 года Тюленин Любовь Шевцова и Виктор Лукьянченко в ночь с 5 на 6 декабря сожгли биржу со списками на угон Германии спасли от угона 2000 краснодонцев сейчас быстренько штаб квартира и становится по совету Лютикова Филиппа Петровича этого коммуниста он просто поскольку он был уважаемым инженером у немцев и к его совету прислушались открыли клуб молодежный клуб имени Горького и под видом репетиции самодеятельности здесь можно было собираться легально вот в январе 1943 года большинство когда в 1942 году создавался штаб молодой гвардии они поставили перед собой задачу до освобождения города Краснодона поднять восстание и захватить город и уничтожить всех фашистов в городе но они были преданы и в январе 1943 года большинство молодогвардейцев попали в застенки 15, 16 и 31 января их вывезли на казнь и сбросили в 53-метровую шурф шахты номер 5 туда были сброшены и живые и некоторых расстреливали кто сильно сопротивлялся но одному молодогвардейцу Анатолию Ковалеву удалось убежать и благодаря тому что он сумел убежать вот 16 января город узнал что их не вывозят куда девают молодогвардейцев что их оказывается сбрасывают в шурф но шурф конечно охранялся и только 14 февраля когда освободили город весь народ пошел и увидел каким зверством были подвержены молодогвардейцы 5 молодогвардейцев Олег Кашевой Любовь Шевцова Семен Астапенко Дмитрий Огурцов Виктор Суботин были расстреляны в гремучем лесу в городе Ровеньках почему в Ровеньках там находился штаб гестапо а туда их повезли потому что Любовь Шевцова окончила школу радистов Семен Астапенко и Дмитрий Огурцов они были профессиональными радистами и Виктор Суботин тоже а Олег Кашевой у него нашли бланки комсомольских билетов которые подпольно они выдавали в течение оккупации а 1 января 1943 года они были похоронены в самом центре города 58 человек в городе 13 человек в поселке Краснодон по прозвию родителей а 5 человек в городе Ровеньки тех которых там расстреляли я хочу сказать еще что сейчас о молодогвардии мало кто знает из молодой несмотря на то что книга Фадеева вроде бы как ввели ее в школу изучать но благодаря родственникам молодогвардей вот нам и особенно деятельности Галкина Юрия Леонидовича который организовывает нам встречи со школьниками мы выступаем в школах пытаемся рассказывать ну то есть рассказываем всем школьникам о молодогвардейцах о двухподвиге вот и для многих это становится просто необыкновенным открытием вот что были у нас такие герои причем герои школьники самому младшему в этой организации Радику Юркину было 14 лет ну а самому старшему это Иван Туркенч ему было 24 года я хочу сказать сразу в 43-м году пять пятерым героям подпольщиков присвоили звание Героя Советского Союза вот в 1991 году присвоили звание Героя Советского Союза Ивану Туркенчу который погиб в Польше освобождая город Джешев вот и вот совсем недавно в 22-м году присвоили звание Героя Советского Союза Виктору Китикевичу который которого 16 лет считали предателем потому что так получилось что оставили документы что он предал молодогвардию но его одного из первых казнили и уже через 16 лет когда нашли полицаев которые работали в Краснодаре выяснилось что это герой и он стоял у истоков создания молодой Главии вот я хочу сказать что вот здесь о разных партизанах рассказывали разных городов вот например Иван и есть памятники в этих ваших городах и странах скажем так есть например памятник Борису Главану в Молдавии он даже считается произведением искусства и отнесен ЮНЕСКО находится под защитник ЮНЕСКО не знаю стоит он там или нет вот есть памятник Ивану Туркеновичу в городе Жешуе в Польше тоже неизвестно есть он там но есть еще и есть памятник Ивана Земнухова в Рязани потому что родина Ивана Земнухова героя Советского Союза тоже была Рязани вот так вот и теперь мы предоставляем слово вот племяннику двух молодогвардейцев Сергея Левашова и Василия Левашова которые тоже героические да пожалуйста Елена Валентиновна знаете что моя организация в Польше под названием Курск нас собранные собою деньги и своими руками в том числе моими мы восстановили совсем недавно памятник Туркинча Ивана его могилу в Решове он в прекрасном состоянии за ним ухаживают наши активисты так что не переживайте наша обстоятельства не пропадет спасибо большое вот и слово Левашову Сергею я являюсь племянником двух молодогвардейцев Василия и Сергея Левашовых и для меня они конечно были очень большим примером моя мама очень много рассказывала о Сергее Левашову вот их путь просто фантастичен необыкновенный они все когда началась Великая Отечественная война они все время просились на фронт но так как они были по возрасту не подходили то у них это не получалось но их потом приняли в разведшколу в Варшавграде и потом перебросили в Воронеже в Воронежскую разведшколу меня что поражает то что и Сергей и Василий прошли такие ужасы войны которые в общем-то даже трудно себе представить в Воронежской разведшколе где они обучались налетела вражеская авиация и практически только несколько человек из этой разведшколы остались живых в том числе и Василий и Сергей когда их забросили в Аскани Аскани Ново это недалеко от Херсона то отряд их просуществовал где-то около двух недель попал в окружение их запеленковали и они выбирались каждый в общем-то своим путем этот отряд был как бы разошелся в разные стороны чтобы спастись вот и до Краснодона они добирались 120 километров по захваченной фашистами территории каждый поодиночке и прошли все же этот путь в Краснодоне они не сидели на месте а развили вот эту вступили в подпольную организацию молодая гвардия и когда начались аресты то Василий предложил Сергею уходить вместе но Сергей сказал о том что я не могу у меня семья и если я уйду то семью расстреляют поэтому Сергей остался а у Василия он ушел только он пошел не в сторону линии фронта а пошел в сторону от линии фронта в Амбросевку 100 километров он прошел по вражеским тылам в Амбросике он дождался когда придут советские войска и вступил в советскую армию в составе пулеметной роты вот где сейчас Антоновский мост вот там они переходили уходили наступление у них была переправа он освобождал Херсон при этом он освобождал Херсон Одессу и дошел до Берлина при этом самое удивительное что он не получил ни одного серьезного ранения в составе пулеметной роты это вообще уникальный случай вот Сергей судьба более тяжелая он был схвачен вел себя он очень достойно в застенках как передавали полицеи и он был сброшен в шуф вместе со своими молодогвардейцами вот что я хочу сказать о самой молодой гвардии молодая гвардия на последующие поколения оказала огромное влияние я считаю что то что встало восстало против нового режима Украины Донецкая и Луганская область в этом сыграла большую роль молодая гвардия но у молодой гвардии и даже после гибели молодой гвардии и трагичные были ситуации это 90-е годы фактически я считаю что молодая гвардия была разгромлена дважды первое это в 43-м году а второй разгром молодой гвардии был в 92-й 93-й год в 93-м году в Москве до 93-го года находилось около 30-ти музеев молодая гвардия которые вели патриотическую работу в 94-м году практически оставался только один-два ну от силы три музея все остальное было уничтожено в том числе кстати ну вы все знаете о том что в это время как раз уничтожались много патриотических музеев при школах при ПТУ при техникумах и поэтому как феникса пепла молодая гвардия воспрямила в 14-м году не забыли люди в 14-м году молодую гвардию и в общем-то она была на подвиге вот именно Донецкую Донецкую Луганскую область точно так же вот новая власть у нас которая пришла в 93-м году она запретила в общем-то занималась запретами на патриотическую деятельность были закрыты ветеранам людям свидетелям были закрыты двери в школы и только в 14-м году это открылось сейчас мы вот мы вчетвером активно стараемся встречаться со школьниками но я вам хочу сказать что это белый лист они ничего не знают это катастрофа фактически катастрофа и поэтому я очень верю в том что российско-историческое общество примет активное участие в том чтобы вот этот белый лист не был занят информацией со стороны западных стран а там они очень активно используют именно молодую гвардию подоходят до того что они говорят что это молодая гвардия боролась против советской власти то есть они все извращают кверх ногами все это дело и я очень надеюсь что вот эта вот наша встреча сегодняшняя и последующая встреча все это поможет в борьбе с клеветой а с клеветой мы как родственники сталкиваемся фактически чуть ли не со дня рождения потому что клеветы было очень много любой подвиг людей он сопровождается попыткой оклеветать поэтому с этим надо бороться и мы с этим боремся как только можем все спасибо большое Сергей Сергеевич спасибо большое Елена Валентиновна за интересный рассказ ну как вы видите мы как говорится мы уже уже поддерживаем ваши направления проводя такие мероприятия надеемся нас много и люди услышат увидят будет видеозапись это можно будет посмотреть пересмотреть к слову предоставляется Сандалову Игоря Александровичу ведущему научному сотруднику Центрального музея войск Национальной гвардии Российской федерации прошу вас Добрый день дорогие друзья вот мой коллега Сергей Сергеевич Калисов уже познакомил вас с Виктором Серебряковым нашим военнослужащим который служил в 10-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений и разумеется Виктор и его сын Евгений дважды бежавший из рук фашистских палачей в том числе из эшелона который возил его в Освенцем не единственная военнослужащие 10-й дивизии которые после того как оказались на территории которой мы противникам не бросили оружие а продолжили сражаться уже находясь на его территории и я сегодня расскажу вам кратенько о судьбах некоторых наших военнослужащих которые как раз таки оружие не сложили а продолжили сражаться против латини для начала немножко слов про 10-ю дивизию цендрон она была в октябре 1939 года для охраны железнодорожных объектов на территории замковой области Украинской СС поскольку эти объекты были приграничными с первых же минут войны 10-я дивизия войска КВД вступила в тяжелейшие бои в районе Владимира Волынского в районе Перемышля Львова даже в Карпатах гарнизоны подвергались обстрелам дальнобойной немецкой артиллерии 2-го июля поступил приказ отход на Венецу для перегруппировки но этот приказ было существовать очень тяжело потому что дивизия вела арьергарные бои она прикрывала части Красной Армии прикрывала их маневр их отход поэтому несла тяжелейшие потери выходить из Буева было невозможно не выполнил задачу прикрытия части Красной Армии в первых числах августа 1941 года в боях под Уманию дивизия практически погибла арсформирована она была в сентябре 1941 года с весьма странной формировкой за неспособность руководить вверенными подразделениями при том что подразделений к этому моменту уже не было наши военнослужащие выходили маленькими группами из окружения переходили на восток на территорию контролируемых советскими войсками позже ребята 10-й дивизии были переброшены под Москву на укрепление нашего московского гарнизона дивизия была арсформирована но ее военнослужащие продолжали сражаться на территории которой мы противником и хотел бы вам рассказать о некоторых наших военнослужащих в частности о нерегкой судьбе Михаила Васильевича Румянова он был снайпером 4 августа в районе села Терновка он получил тяжелейшее ранение в спину вот у него был поврежден позвоночник немцы бросили его в лагерь под Звенигородкой откуда спустя некоторое время построк мне спина зажила он был перевезен в лагерь Саар-Брюген это на границе Саарской области и Французской Латаринги но там Михаил не бросил сопротивление он вступил в ряды подпольщиков именно в лагерь Саар-Брюген стал связным между лагерьным подпольем и первым объединением красных партизан во Франции которым проводили наши советские офицеры в августе 44-го года лагерьное подполье было разгромлено гестаповцами а Михаила Румянова бросили в лагерь с Аксенхаузом с формулировкой до конца жизни но и там он не бросил борьбу там он также присоединился к подпольному комитету был освобожден 3 мая 45-го года советскими войсками 33-й дивизии Красной Армии 3-й ударной вступил в его ряды и за последние бои мая 45-го был достойным даже медали за Атлану также весьма извилистым оказался боевой путь военфельшера одного из гарнизонов 10-й дивизии Федора Ахиповича Мымрикова вот бою 2-го августа он был тяжело контужен и был взят немцами в плен там его использовали по назначению как лагерного полевого доктора он вышел на связь с венецким подхолием которое организовало ему побег в феврале 42-го года в Турбовском районе он устроился в аббулаторию одной из деревень выполнял задачи как раз таки подпольщиков по распространению антифашистской литературы по проведению мероприятий разведного плана также Федор Ахипович выдавал фиктивные справки нашим юношам и девушкам о том что у них заразные болезни их нельзя бы выйти в Германию поэтому вот он спасал наших граждан когда в 44-м году Венеция была освобождена Момерико вернулся на фронт в военный госпиталь в этот госпиталь позже был переподчинен в одном из соединений войск в Польске нельзя не сказать и о начальнике гарнизона станции Каранчик Черновицкой области младшем лейтенанте Андрею Петровичу Денисове за первые два дня боев он смог сбить два немецких самолета которые нападали на гарнизон он также припнул к венецкому подполью причем что интересно на некоторые боевые задачи он выходил вместе со своим бывшим подчиненным к старом мельцам его же гарнизона Иваном Ивановичем Чертовских который в бою у Христинских был тяжело ранен но потом смог сбежать из немецкого концлагеря вот и выйти на венецкое подполье Вообще удивительно насколько хорошо действуют наши ребята фактически вот в самом немецком блоке вот в этой Венецкой области как они организовали свою работу вот тоже Андрей Петрович Денисов после освобождения в Венецкой области также ушел на фронт и на северо-заводном направлении участвовал в боях на Петрозаводском направлении а закончил боевые действия взятием военно-морской базы Свиной Мюнды Интересный момент не все военнослужащие 10-й дивизии войска КВД которые сражались в подполье непосредственно сражались вместе с частями дивизии Это интересный момент инструктор по комсомольской работе штаба 10-й дивизии войска КВД Алексей Владимирович Айховский младший лейтенант середина мая 41-го он находился в Саратовском военном училище войск КВД на курсах переподготовки но когда началась война он был вызван в дивизию он смог добраться до Тернополя где узнал что части дивизии отходят на Венецу ему конкретно была поставлена задача поскольку ему было эвакуироваться уже довольно-таки тяжело учитывая что Тернополь и Венецу были тяжелейшие бои ему была поставлена задача отходить на Киев в Киеве он присоединился к войскам к штабу войск охраны тыла 37-й армии которая обороняла Киев в Киевском углубленном районе он сражался до сентября 1941 года когда в Егутинском районе его колонба попала в засаду он была уничтожена практически а немногих выживших немцы взяли в плен бросили в тот же самый Дарвинский лагерь где находился наш герой Петр Евсеевич Барайко о котором сегодня мы уже услышали материал из Дарвицы ребят перевозили в Киев и Ольховский узнал в этом лагере будут содержаться местные а он служил в Киеве до начала войны и он смог выиграть экзамен перед гестапоцами смог доказать что он знает Киев что он здесь жил они взяли в вывод что он действительно местный ему в три документа он вышел работать в Киев разумеется он сразу же налазил контакты с киевским подпольем возглавил типографию они распространяли антифашистские листовки где размечивали немецкую пропаганду и самое главное как он отмечал как военный комиссар рассказывали о боях Красной Армии доносили до жителей Киева успехи Красной Армии выражали уверенность в освобождении Киева в освобождении всего Советского Союза от мужских захватчиков и когда Киев был освобожден Хальховский также вернулся на фронт участвовал в освобождении Петрозаводска а в конце войны сформовал Кенигсберг и Штетин 10-я дивизия войск КВД похоронит железную дорогу как боевое соединение действовало чуть-чуть меньше чем два месяца но ее ребята вплоть до окончания Великой Отечественной войны разили немцев в рядах партизан подпольщиков на территории Украины в Брянских лесах даже на территории Европы после войны был организован Совет ветеранов его возглавия Федор Кипович Мебликов наши ветераны подготовили огромное количество материалов и вспоминаний о своих боевых буднях многие из них осели в фондах нашего музея Странного музея Государственной гвардии мы помним наших ребят мы помним их побратимов мы ценим их вклад в общую победу они делали все возможное для наступления долгожданного мира которого наша страна добивалась в ходе четырех лет тяжелейшей войны большое вам спасибо за внимание дорогие товарищи надеюсь увидеть вас в стенах нашего музея спасибо закончим спасибо большое за интересный доклад слово предоставляется профессору Юго-Западного государственного университета старшему научному сотруднику НИИ военной истории военной академии генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Марковчину Владимиру Викторовичу прошу вас Владимир Викторовичу мы вас не слышим добрый день дорогие друзья вы наш самый стойкий выдержанный лектор прошу вас тоже уложиться в рамках пяти минут если это возможно спасибо постараюсь но не обещаю итак моя тема отличной от всех прежде выступавших потому что она будет посвящена карательному механизму нацистского режима который был сформирован и действовал на территории нашей страны с 41 по 1944 год когда вся она была освобождена от нацистов итак знаменитые партизанские места брянские леса все прекрасно знаете до 44 года это была территория Орловской области несколько общих цифр чтобы продемонстрировать насколько важна была именно эта часть Орловской области для партизанского движения значит к середине 42 года сформировалась партизанская республика партизанский край который насчитывал примерно 400 населенных пунктов с населением 200 тысяч человек это была территория свободная от нацистов естественно она никогда не находилась в свободном состоянии все время осуществлялись карательные экспедиции на эту территорию партизанская республика была разбита на две части северная оперативная группа и южная оперативная группа по очереди то там то здесь то одновременно эти вот карательные операции шли в соответствии с теми директивами которые вермахт разработал для борьбы с партизанами партизаны с 1942 года это те же самые красноармейцы которые воевали против войск германских на фронтах восточного фронта как они называли то есть меры обхождения с партизанами были ничем не лучше чем с красноармейцами и так партизаны не обязательно были в форме даже в гражданской цивильной одежде их также брали в плен также расстреливали также отправляли концлагеря и так 200 тысяч населения это большой так скажем так большая база для поддержки партизанского движения партизан там было много операция которой заявлено мое выступление она проходила с конца второй половины сентября 42-го года до начала октября 1942-го года что такое треугольник треугольник это местность между железной дорогой Брянск локоть с одной стороны это как так скажем одна сторона треугольника вторая сторона треугольника это река Десна третья сторона треугольника это река Навля вот этот вот треугольник он составлен из этих вот упомянутых уже рек и железной дороги этот треугольник был в определенный момент окружен частями вермахта и СД службы безопасности тыла второй танковой армии и начата была операция по зачистке этой территории от партизан я не буду останавливаться на перипетиях этих так скажем зачисток четырехугольник это продолжение операции треугольник потому что часть партизанских сил из этого треугольника ушла ниже южнее в сторону советской Украины поэтому пришлось продолжить операцию назвав ее четырехугольник вот такая вот диаметрия немцы были изобретательны в том плане что давали очень благозвучные названия своим карательным операциям хотя на самом деле таковые не являлись чем-то более хорошим все эти сведения о боевых действиях на фронтах борьбы с партизаном раз в 10 дней обобщались и направлялись в центр центром являлась во-первых группа армии центра сама по себе оттуда уже из группы армии центра уходили в главное командование сухопутных войск ну а дальше там уже может быть и руководство рейха интересно что раз в 10 дней эти эти сводки отражали что сделано сколько захвачено трофеев сколько убит партизан сколько перебежчиков от партизан ушло к немцам сколько захвачено там оружие крупного рогатого скота и так далее но я не буду учитывая малое количество времени все это перечислять потому что это займет как минимум пару дней вот я скажу только следующую прежде всего судьбы гражданского населения вот готовясь к этой к этой конференции впервые в немецком документе нашел упоминание о том что все деревни во первых где находились люди которые помогали по партизанам все деревни сжигались раньше я например ни одного такого документа не видел потому что это подтверждение тех методов которые немцы вели значит на период проведения операции треугольник и четырехугольник уже на территории тыла второй танковой армии находилось 28 тысяч гражданского населения которые были перемещены из других районов из других может быть даже областей вот 28 тысяч плюс во время треугольника и четырехугольника еще 22 тысячи дополнительно добавилось то есть уже 50 тысяч и командование второй танковой армии обращается в группу армии центр с с мольбой помогите решить проблему с этими перемещенными лицами 50 тысяч людей это огромное количество их надо кормить их надо охранять их надо за ними надо следить что это представляют из себя эти люди ну это старики мужского пола от 60 лет женщины и дети до 14 лет и какой циничный ответ значит пришел из группы армий центр разбирайтесь своими перемещенными лицами как хотите не значит осланд это советская украина оккупирование не другие там так скажем территории в германии не заинтересованы в получении значит живой силы или как-то участвовать в судьбе этих 50 тысяч людей то есть хотите расстреливайте хотите помещайте в концлагеря хотите что хотите с ними то и делайте ну надо сказать что вот это вот ненависть к людям вот попытки очень многих западных исследователей представить вермахт как нечто совершенное благородное и так далее какую операцию мы с вами не возьмем а их были проведены десятки и сотни обязательно участвуют части вермахта поэтому совершенно справедливо то положение что в декабре 2022 года судом областным брянским судом деятельность частей вермахта на территории созданной 44 году брянской области было признано геноцидом подлинные немецкие документы сохранились и в немецком варианте и в переводе на русский язык я сейчас очень много с этим работаю без учета этих документов трудно понять всю степень того подвига советских людей которые неимоверно тяжелых условиях находили для себя возможность продолжать борьбу с немцами в самых плохих условиях если кто-то знает что такое брянские леса я вот два месяца в детстве прожил там на партизанской стоянке я знаю что такое брянские леса вот это величие подвига советского народа который не сломился не прогнулся перед немцами а вел свою борьбу до победного конца поэтому чистим слава мы помним о них мы знаем о их подвиге и будем об этом писать много и говорить и докладывать и так далее спасибо за внимание спасибо большое Викторович что вы умолили нашу просьбу войти в регламент очень интересный рассказ на самом деле мы тоже много чего открыли из вашего доклада спасибо и слово представляется Никишке Наталье Борисовне российскому специалисту по Италии президенту ассоциации Данте-Легери в Москве прошу вас добрый день дорогие участники конференции приветствую всех от московского комитета общества Данте-Легери которое возглавляю с 2018 года тема истоки движения сопротивления исторический экскурс вопрос об истоках движения сопротивления не давал покоя целой плеяде итальянских историков ближе к истине точка зрения которую сформулировал участник движения сопротивления председатель совета министров Италии с 21 июня по 8 декабря 45 года Ферручо Пари который писал с одной стороны имело место внезапное пробуждение которое поражает вызывает восхищение и доказывает что в итальянском народе имеется большая жизненная сила а с другой стороны историк должен знать что внезапные события не могут быть результатом импровизации и события 1943 года лишь ускорили то что назревало ранее благодаря борьбе антифашистских партий когда войска посланные на восточный фронт лидером национальной фашистской партии Бенито Муссолини потерпели очередное поражение под ударами советских войск после разгрома 8 итальянской армии на Волге под Сталинградом зимой 1942-1943 года когда английские и американские войска высадились в июне 1943 года на Сицилии фашистский режим оказался накануне краха король и группа его сторонников поспешили совершить дворцовый переворот и арестовали Муссолини чтобы спасти себя от катастрофы народ вышел на улицы громя фашистские организации требуя освобождения политзаключенных в августе 1943 года многие антифашисты были выпущены из тюрьмы лагерей среди них был и известный антифашист Луиджи Лонго 8 сентября 1943 года было объявлено о том что итальянское правительство порвало с гитлеровской Германией и заключило перемирие со странами антигитлеровской коалиции в тот же день гитлеровцы начали захватывать территорию Италии и сумели дойти от ее северной границы вплоть до Неаполя партизанские отряды создаваемые коммунистами носили имя Джузеппе Гарибальди бойцы этих отрядов называли себя Гарибальдийцами их знаком отличия был красный платок на шее 20 сентября в Милане было создано главное командование бригад Гарибальди их главнокомандующим стал Луиджи Лонго в марте 1944 года в Неаполь вернулся после долгого вынужденного изгнания генеральный секретарь итальянской компартии Пальмир Тольятти выдвинутое имление на самое широкое национальное единство всех антифашистских сил в борьбе за освобождение Италии от гитлеровской оккупации сыграло большую роль в сплочении итальянской компартии и всех антифашистов страны укрепление национального единства способствовало развитию движения сопротивления в Шеер 9 июня 1944 года по инициативе коммунистов было принято решение о том что все партизанские отряды независимо от их политического направления объединяются в корпус добровольцев свободы к осени 1944 года корпус добровольцев свободы насчитывал в своих рядах 200 тысяч человек предчувствуя скорую гибель фашисты чинили массовые расправы среди гражданского населения Муссолини издал декрет о предании смертной казни всех кто помогает партизанам в Италии всегда помнят о подвиге семерых братьев черви зверски замученных фашистами свой дом семья черви превратила в центр сбора бежавших из лагерей пленных и партизанский склад оружия бывшие военнопленные среди которых были и бойцы Красной Армии в частности Анатолий Тарасов вступали в местные партизанские отряды чтобы с оружием в руках продолжить борьбу с фашистами сегодня 28 июня 2024 года на севере Италии в рамках возрожденного кинофестиваля Луничана состоится встреча с Адельмо Черви сыном Альдо Черви одного из семи знаменитых братьев черви из провинции Реджиемили убитых фашистами в декабре 1943 года Адельмо вместе с автором книги Франко Дзудзини представят новую свою книгу «Я Адельмо Черви бунтарь красных полей» Одним из организаторов фестиваля является наш большой друг Винничо Чикарини который в 2021 году помог нам организовать презентацию книги вице-президента общества Данте Альгиер в 90-е годы Нелли Евсевна Кругликова «Италия в моей судьбе» которую мы специально для наших итальянских друзей перевели на итальянский Нелли Евсевна долгие годы занималась освещением темы итальянского сопротивления и помогала участникам сопротивления итальянцам и русским находить друг друга в послевоенное время В своей книге она писала «После войны не все советские партизаны вернулись домой многие погибли некоторые обрели там семью и остались в Италии в Москву вернулось 14 человек может быть их было больше но многие просто боялись согласки своего пребывания в плену эти 14 человек составили итальянскую группу советского комитета ветеранов войны я очень горжусь героическим прошлым наших людей и хочу чтобы все читатели этой книги знали их имена Александр Богатов Александр Буткин Александр Ветров Александр Ворон Александр Геоев Владимир Демидов Виктор Ермолаев Юрий Мельников Гурбан Ниязов Николай Орлов Владимир Переладов Николай Трифонов Николай Уксусов Иван Чубаров В операциях против партизан в конце лета 44-го года постоянно была занята почти треть всей гитлеровской армии в Италии незабываемой датой в памяти итальянского народа стало 25 апреля 45-го года к этому времени против фашизма поднялся весь народ 25 апреля является национальным праздником в Италии и символизирует победу итальянского движения сопротивления против нацистской Германии являясь кульминацией освобождения страны от немецких оккупантов в последнем этапе Второй мировой войны в годы итальянского сопротивления вместе с итальянскими патриотами сражилось более 6 тысяч советских людей тема советских партизан в итальянском сопротивлении 43-45 год это тема которой мы занимаемся уже многие годы это одна из основных актуальных и сегодня исторических тем которая связывает наши страны Италию и Россию а закончить свое выступление я хотела бы словами из стихотворения Евгения Евтушенко «Итальянские слезы» которую он написал в 1965 году мы делили за тяжкие пули и любой сокровенный секрет и порою ей-богу я путал кто был русский в отряде кто нет что оливы браток что березы это в общем почти все равно итальянские русские слезы и любые все это одно спасибо большое спасибо большое за интересный доклад мы постихонечку уже начинаем завершать работу конференции и вот есть такая очень широкая неохватенная пока нами нашим обществом тема более так сказать может быть даже целая отдельная конференция мы проведем посвященные народной дипломатии слово представляется Спирова Екатерина Валентиновна президенту ассоциации Италии России большому специалисту российской истории и популяризатору ее за пределами России в Италии Добрый день уважаемые коллеги я рада поприветствовать всех участников и организаторов международной научно-практической конференции от международного общества Мечица и Дружба Италия-Россия который я возглавляю я также являюсь победителем международного конкурса лидер народной дипломатии Ассамблеи народов Евразии выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова дипломатия является важнейшим механизмом в руках государства История учит а современное международное положение подтверждает что ни одно государство не может обойтись безумело поставленной хорошо организованной дипломатической службы Государству нужны опытные образованные дипломаты которые умеют с честью и сознанием дела отстаивать интересы своего государства умеют помогать своему правительству своевременно ориентироваться в изменениях которые происходят в соответствующих странах умеют правильно проводить внешнюю политику своего государства сейчас мы все больше говорим о возрастающей роли именно народной дипломатии термина народная дипломатия относит к неофициальным контактам между обычными людьми которые способствуют улучшению отношений между государствами и народами народная дипломатия помогает налаживать контакты между людьми и способствует взаимному пониманию предполагает активный международный обмен поиск новых интересных путей взаимодействия и взаимного общения в 21 веке система международных отношений и внешней политики обогащается новыми принципами и закономерностями с распространением глобализации и усилением интеграционных процессов роль и место фактора народной дипломатии возрастает один из самых актуальных вопросов в межгосударственных отношениях сегодня это конечно же народная дипломатия термин народной дипломатии не является новой лексической конструкцией хотя его современное понятие отличается от первоначального значения большинство исследователей принимают его как отражение секретной или даже профессиональной публичной дипломатии термин народной дипломатии был введен в 1965 году дипломатом Эдмондом Галлионом и определялся прежде всего как способ достижения государственных целей или продвижения своих ценностей в международном сообществе путем расширения участия различных общественных объединений и фондов в международных отношениях в традиционном смысле дипломатия это форма общения между правительствами а народная дипломатия это система установления прямых отношений с народами других стран развитие системы внешней политики теперь зависит не только от деятельности межгосударственных связей но и от широкой общественности поэтому изучение роли народной дипломатии в глобальном политическом процессе и механизмов ее взаимодействия с другими акторами сегодня является актуальной задачей сегодня связи с общественностью стали важной частью системы межгосударственных отношений несмотря на различные конфликты между странами прямые контакты между людьми дружеские отношения между гражданами разных стран играют решающую роль сфера деятельности народной дипломатии включает общественные организации и ассоциации общественно-политические движения отношения с международными неправительственными организациями и сотрудничество в реализации культурных научных исторических и образовательных программ последние годы это сотрудничество стало уникальным инструментом расширения международных связей страны народной дипломатии очень важны усилия общественных организаций поскольку народная дипломатия это лучший способ укрепить дружбу между народами она развивается через участие общественных организаций и простых людей в рамках народной дипломатии особую роль занимает патриотическое направление важнейшей составной частью воспитательного процесса является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности через патриотизм укрепляется любовь к родине появляется чувство ответственности за ее могущество честь и независимость сохранение материальных и духовных ценностей общества развивается достоинство личности особую значимость обретает военно-патриотическое направление по линии молодежи таким образом тема советские партизаны в Италии была представлена на международном конкурсе лидер народной дипломатии и наша команда заняла первое место книги художественные документальные фильмы статьи песни поэзии различные выставки мероприятия безусловно помогают всем нам сохранять нашу историческую память для последующих поколений правильно анализировать историю не давать никому ее переписывать и забывать имена наших общих героев и их подвиги умение анализировать опыт прошлого позволит нам не повторять ошибок в будущем в этом году ушел из жизни прекрасный человек партизан итальянского сопротивления Николай Иосифович Орлов 9 мая этого года ему исполнилось бы 98 лет Николай Иосифович был постоянным участником всех наших мероприятий отличным рассказчиком мудрым и добрым человеком Николай Иосифович Орлов при жизни был награжден звездой Гарибальди как боец итальянского сопротивления и навсегда останется для нас поистине символом исторической дружбы между нашими народами свой доклад я хотела бы закончить словами министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича который в виде обращения к участникам международного форума народная дипломатия как инструмент мягкой силы в развитии международного сотрудничества сказал сегодня ситуация на международной арене остается весьма напряженной не затухают старые и вспыхивают новые конфликты поэтому трудно переоценить роль народной дипломатии контактов между людьми в деле оздоровления международной обстановки министерство иностранных дел неизменно поддерживает такие усилия Россия продолжает развиваться как современное государство придающее большое значение международному сотрудничеству как отметил президент Путин мы безусловно открыты для равноправного партнерства со всеми странами со всеми то как и Россия дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее в этой сведе мы последовательно исходим из того что усилия по линии внешнеполитических служб должны подкрепляться контактами по линии научных политологических деловых кругов деятелей культуры иными словами всех тех кто на деле заинтересован в возрождении международной жизни в русло конструктивного взаимоуважительного сотрудничества огромное спасибо за внимание выражаю благодарность организаторам научно-практической конференции которая проходит сегодня в российском историческом обществе желаю продуктивных дискуссий установления новых спасибо большое Екатерина Валентиновна слово предоставляется решетнику Степану Владимировичу преподавателю военциального России российского государственного галендарного университета прошел здравствуйте дорогие коллеги хотелось бы сегодня поднять актуальную тему роли советских притязанов в обеспечении успеха нормандской операции во Франции как мы с вами прекрасно знаем что Россию фактически отключили из ежегодных официальных торжеств по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии хотя несомненен тот факт что именно во-первых благодаря победам советской армии на востоке получилась возможность высадиться более удачно чем могло бы быть и во-вторых что в моменте начала нормандской операции во Франции уже действовало несколько советских партизанских отрядов а также несколько организаций из числа русского сопротивления представителей русской эмиграции хотелось бы очень коротко пройтись по основным этапам борьбы наших соотечественников во Франции после высадки союзников первоначально в общем-то план у всего движения сопротивления был один дождаться начала операции союзников предполагалось что она будет как и на севере так и на юге Франции и начать национальное восстание вот французская коммунистическая партия являлась главной опорной силой движения сопротивления и именно она предлагала в момент национального восстания всем слоям населения бороться против насильственного угона французов усилить саботаж чтобы преобразовать действия врага усилить вооруженную борьбу и увеличить отрядов партизан и с началом высадки Нормандии 6 июня произошел второй этап развития русского сопротивления как я его называю то есть одно из национальных ветвей французского движения сопротивления русские эмигранты оборонцы ликовали они были ободушевлены и в это время центральный комитет советских пленных который уже действовал с декабря 40 авторитетного года разработал план по действиям советских партизанских отрядов вместе с французами в тыловых районах вермахта в общем-то в стране начались почти сразу массовые акты саботажа на линиях коммуникаций противника которые сопровождались всеместными атаками отрядов сопротивления также участились нападения на отдельные гарнизоны на подразделения оккумбантов и склады оружия в это время во франции уже находилось в момент ну где-то конца июня начало июля 44 года около 35 крупных отрядов советских партизан каждый из которых имел численности от 10 до 40 человек по воспоминаниям заместителя командира советского партизанского отряда парижская коммуна Алексея Федорова если бы мы хоть раз бросились в открытую на врагов то нас бы давно уже не было это его слова в мемуарах которые показывают то какую тактику применяли советские бойцы для нарушения коммуникаций противника в общем-то из ряда советских партизанских отрядов которые пометировались из двух источников первое это советские военнопленные из лагерей которые находились во Франции эти военнопленные работали на тяжелых производствах и искали всяческие возможности для побегов второй источник это бывшие солдаты и офицеры восточных войск вермахта которые были переброшены на запад для обороны Атлан фактического вала среди отрядов можно выделить два самых активных это отряд Сталинград отряд Парижская коммуна которые по сохранившийся рапортом смогли не только уничтожить несколько эшелонов вражеских но и также смогли разгромить небольшие подозрения противника что безусловно несло свой вклад в более быстрое поражение войск противника на территории Франции также в советские партизанские отряды могло входить ограниченное число иностранных добровольцев даже итальянцев и поляков в том числе тоже русских иммигрантов например в отряде Максим Горький находилось четыре иммигранта среди них известный писатель Гайта Альгазданов в общем он об этом сам писал и этот факт подтверждали сами же сопротивленцы подойдя уже к итогу хотелось бы отметить следующее что после успешной для союзников фалецкой операции американцы с британцами смогли выйти на оперативный простор и немецкие части начали где-то хаотично где-то организованно выступать и в общем-то здесь особенный вклад советских партизан был продемонстарирован советские партизанские отряды начали действовать более активно более смело что привело к тому что на границах с Германией удалось задержать несколько немецких батальонов которые не смогли отойти что тем самым тоже позволило союзникам занимать более выгодные позиции заключение вклад советских партизан и русских эмигрантов в том числе возбуждения Франции после выставки союзников в Нормандии заключалось и в участии в восстании в Париже здесь стоит отметить дурданскую группу Александра Пугаримова которая при подходе американских войск недократно проводила операции по задержке вступления немецкого гарнизона для укрепления обороны в Париже союз русских патриотов участвовал в уличных стычках и даже смог самостоятельно занять здание бывшего советского посольства Парижа и повесили красный флаг на этом хотелось бы завершить и еще раз подчеркну что вот вклад наших соотечественников в освобождение Франции он не фермерный он существенный и вычисляется по меньшей мере пятью в тысячу бойцами и потерями несколько сотен человек ну и реальными победами над в общем-то подразделениями вермахта большое спасибо спасибо большое Степан Владимирович за интересный доклад вот попросил бы еще Марину включить ну у нас немного с опозданием была плохая связь с Рязанью Федор Михайлович записал видео если сейчас получится посмотреть его обращение к нашей конференции добрый день уважаемые коллеги и дорогие друзья в этот день от имени рязанцев и администрации города Рязани позвольте поприветствовать участников международной научно-практической конференции российского исторического общества партизанское движение на территории СССР и движение сопротивления в странах Европы считаю данную тему в современных реальных актуальных как никогда не только в рамках исторической справедливости но и примера патриотизма мужества доблести и самопожертвования для нашего современного российского общества партизанское и освободительное движение в нашей стране и в странах Европы создавались массово, причем в основном людьми, которыми двигали как раз патриотические чувства, стремление отстоять свободу и независимость своей Родины, а не прознарядки сверху. И именно это является неопровержимым доказательством патриотического воспитания и настроя советского общества ярким примером самопожертвования во имя мира и справедливости на земле. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность нашим партнерам из Российского исторического общества за многолетнюю дружбу и активное участие в международных проектах Рязанского края. Надеюсь, что и впредь мы продолжим сотрудничать и развивать наши отношения. В следующем ознаменованном 80-летним юбилеем Победы и 80-летием интернационального подвига Федора Политаева мы проводим уже пятую юбилейную очную международную конференцию народа СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны, приуроченной годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального Героя Италии Федора Политаева. Организаторами конференции выступят администрации города Рязани и Генеральный консульс РФ в Генуе. Цель – противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, укрепления и развития исторических связей с городами-партнерами. Мы планируем собрать у себя историков и представителей общественных организаций из России, Белоруссии, Европы и Азии, кроме того, учитывая сложность перелета, подключить выступающих онлайн. Предлагаем и российскому историческому обществу подключиться к организации и проведению данной конференции, которая может стать ярким событием 2025 года. Мир стремительно меняется, но неизменным остается память и дружба между народами, доказанная мужеством и героизмом наших граждан в боях с нацифашизмом, за свободу и независимость не только нашей Родины, но и стран Европы и Азии. Спасибо большое, дорогие друзья. Жалко, что, конечно, была связь не очень хорошая, но это небольшой катаклизм, который у нас здесь что-то происходит, случилось. Спасибо большое. Еще раз хорошей вам успешной работы на конференции. Благодарю. Спасибо. До встречи. Спасибо, Фёдор Михайлович. Спасибо, Марина, что вы нас соединили с Рязанью. И на завершение попросил бы включить видео обращения нашего уважаемого героя итальянского сопротивления Николая Ивановича Орлова с его супругой. Дорогие друзья! Рады, что тема советских партизанов в Италии в 1943 по 1945 год актуальна и сегодня. Очень важно сохранять память о тех, кто бесстрашно сражался и жертвовал своей жизнью в годы Второй мировой войны ради сохранения мира на нашей планете. Российское историческое общество, Московский комитет общества Данти Альгери, Международное общество дружбы Италии-Россия и многие другие организации делают все возможное, чтобы продолжать знакомиться с этой важнейшей темой не только российскую, но и итальянскую молодежь. Книга замечательного человека Нелли Евсейной Кругликовой, которую мы знали лично, «Италия в моей судьбе» переведена сегодня и на итальянский язык. А экспонаты ее в музее сопротивления, которые она собирала всю свою жизнь, переданы на хранение в Российское историческое общество. И вскоре, мы уверены, станут доступны всем желающим в будущем музее сопротивления. В 2023 году наша страна будет отмечать важную историческую дату – 80 лет со дня создания 1-й Гарибадийских бригад в Италии в годы Второй мировой войны, в которых плечом к плечу с итальянскими партизанами сражались против нацистских захватчиков более 5000 советских воинов. Среди них был и Николай Иосиф Чарлов. В 2024 году нас ждет 80-летний юбилей еще одной важнейшей даты в истории Второй мировой войны. 6 июня 1944 года был открыт Второй фронт. Открытие Второго фронта – это один из переломных моментов в истории Второй мировой войны, который стал возможен только благодаря усилиям и слаженным действиям всех советских людей, которые вели борьбу на разных фронтах против нацистских захватчиков. Второй фронт – это поистине предвестник победы. В 2021 году наша страна будет отмечать 80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 год. По своему значению и последствиям победа Советского Союза в этой войне является важнейшим событием мировой истории. Слова «Помнить необходимо, забыть невозможно» должны стать девизом нашей молодежи. Мы очень рады, что Совет ветеранов Российской Академии Наук подключились к этой важнейшей теме – теме участия советских людей в грибодистских бригадах, теме сохранения памяти, сохранения истории нашей страны. Мы счастливы были узнать, что в 2023 году при поддержке Совета ветеранов Старейшей Отечественной Академии, Российской Академии Наук, отмечающей 8 февраля 2024 года, 300 лет со дня основания, планируется провести масштабный международный форум на данную тему с привлечением старших поколений и молодежи России и Италии. И вам не помощь родства, как в русском народе принято было называть тех, кто не знает и не желает знать свои истории, культуры своих предков. Приемственность поколений – это нить, которую нельзя разрывать, это связь, которую надо поддерживать, надо уметь хранить то, что было заложено предками, чтобы наряду с техническими процессами так же быстро шло и моральное воспитание нашей молодежи. Поэтому от нашей семьи мы передаем эту нить памяти, воспоминания и истории всем вам с надеждой на то, что вы обязательно будете помнить все то, что было сделано до вас и обязательно преодолеете все трудности, которые встретятся на вашем пути. Основываясь на огромном богатом наследии ваших предков, вы будете всегда идти только вперед. Мы желаем всем вам помнить, искать, интересоваться историей культуры нашей страны, так как чем больше вы будете погружаться в историю, тем насыщеннее и интереснее станет ваша жизнь. Стать лидером народной дипломатии – это ответственное дело и важный жизненный шаг. Желаем всем вам успеха в этом непростом, но очень важном деле. Спасибо большое. Хотел бы рассказать два слова. Николай был самый старейший член Российского исторического общества. В 97 лет он стал в нашем обществе, так сказать, участником наших мероприятий. И хотел поприветствовать еще Ивана Сергеевича Баграмяна, который сегодня к нам пришел, нашел в драгоценнейшее время, и Ермоленко Елена Владимировна, который представляет Центральный музей пограничной службы. Если какие-то коллеги есть, у вас желание что-то сказать, пожалуйста. Ну, на этом мы работу конференции завершаем. Надеемся, что в следующем году мы опять соберемся силами и проведем уже вторую конференцию. Но у нас еще по плану в декабре проведение конференции, посвященной битве под Москвой. Спасибо большое за работу, за то, что вы все пришли. Благодарен, низкий поклон. Всего доброго, спасибо. А можно еще? Да, пожалуйста. У меня всегда есть что-то добавить. Пожалуйста, Радаган. Да, я хотела сказать, вот это моя книжка, которую я два года назад опубликовала на русском языке под названием Кримидно-басе та Россия, весь мир России, кроме Косова, Косова и та Сербия. Кто желает получить электронную виде, я готова каждому отправить полную версию книжки и я попрошу уважаемого Константина Николаевича, либо мою электронную почту вам отдать, либо я могу ему отправить, а он дальше отправить колокому интересно. И тоже я пришлюю и заселу.